Не знаю. Не формат и андеграунд. Ладно, напомни мне, на каком моменте мы остановились, и давай дальше его продолжим. А я рассказывал, из-за чего я вообще начал, влюбился, скажем, в сложные игры, и стал вообще изучать английский язык. Я проходил Metal Gear. Причём самое ха-ха в том, что он был из тех самых канамевских игр, которые были защищены, и она была непроходима. Не понял. Например, они защищали свои игры. То же самое, Back of Hire. Так. Кто знает, вот эту версию, которая, если ненормально взломана, где главный герой, да вообще все, кто там есть, погибает одного единственного касания. Да, я помню. Черепашки третьи. Они были непроходимы из-за разряда того, что игрушка была взлом. Она моментально переводилась в разряд Very Hard. Да, я помню, помню, продолжай. Ну и вот Metal Gear, он, соответственно, доходил до определённого момента. А там игрушка вмешивалась. Должно было тебе прийти сообщение от твоего начальства, где тебе рассказывали, как перемещаться по пустыне. То есть ты должен был перемещаться один экран вниз, один экран влево, один... Два экрана, по-моему, вправо. И тогда ты выходил на секретную базу. И то это ты должен был идти с компасом, по-моему. Но поскольку тебе это сообщение не приходило, я вот на этом моменте где-то в середине игры застрял. Проходить начал только после того, как я раскопал какой-то журнал, а-ля Дэнди Новая Реальность, где шли коды, примерно... Ну, там расписывалось систему, как взламывать игру. Не было журнала Дэнди Новая Реальность. Эта программа с собой нём. Я знаю, там какой-то... Ну, там журнал был для выделения игроков. В то времена было много... Ну, в какой-то момент появился запрос такой в целом о... Ну, не знаю, общественности. На какие-то... Даже не столько коды, сколько какую-либо литературу, сопровождавшую игры. Причём, мы же тогда покупали, особенно самые первые вот такие книжки, вспомни. Даже не потому, что там было что-то реально полезное. Просто потому, что это какой-то хотя бы единомышленник. Хоть что-то об игры, хоть что-то о собственном хобби, неважно даже что. И да, их было много. Я даже помню, что некоторые газеты на этом... Ну, не знаю, пиарились. То есть, я сам лично отправлял ребёнкам коды в газеты. И их печатали, я думаю, даже не проверяя. Просто потому, что газета понимала... Газета, какой-нибудь там, не знаю, вечерний Новосибирск, например, да? Вечёрка. Вот. Была рубрика с кодами для приставок. И туда можно, мне кажется, было всё, что угодно написать. Вот просто всё, что угодно. Вряд ли кто это проверял. Ну и да. Да. Я напомню даже, что... Алькор, вот новосибирский магазин-то наш любимый. Вот. У него же были книги, описания. В какой-то момент они их начали выпускать просто пачками. Всего, по-моему, 18 выпусков вышло. Вот. И они же... Я описание на игры, кстати... Да? Я даже их вырезал. Откуда? В Криводановке выходила какая-то газета по пятницам. Угу. На четыре страницы. На очень грубой, жёлтой, фактически, бумаге. В смысле Криводановка, которую ты имеешь в виду, вот вообще... То есть, вот прям периферия, периферия. То есть, это же... Криводановка это что, село, посёлок городского типа? Посёлок городского типа. И у него была своя газета с кодами на игры. Не с кодами. А, с чем? С описанием. Ну, не четыре, там, по-моему, восемь или десять было. Это была просто стартная программка на неделю. Плюс её разбавляли всячески, там, как замешать компост, чтобы он остался на неделю, так? Как замешать компост и как победить последнего босса в ЧПД? И, да, и раз в неделю, там, вот, выходил описание, как тигры. Как описание? Скорее, знаешь, краткий набор вот этих вот. Дескать, уровень первый, уровень второй. Я их вырезал. Это были первые описания, которые я собирал. Там был чёрный плащ, и там было два ряда. Отнеси журналом Великий Дракон до, после, во время. Я просто... Слушай. До, 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 до. С Драконом я столкнулся году так в девяносто шестом. Это был, как он, двадцать шестой выпуск. Ой, девяносто шестой. Слушай, это поздно. То есть, даже после того знаменитого двухсерийного восемнадцатого номера. После. Я впервые его увидел вообще случайно в городе, в Союзпечати, по каким-то скидкам. Меня привлек вот это яркое броское. И это был именно двадцать шестой номер. Он был первый. Ну, это, блин, это прям поздно. Это прям поздно, жил ты где-то на улице. Еще раз, Тёма, в Криводановке, в Кудряшах, где жил, не было доступа от ничему того, что ты считаешь абсолютно нормальным и повседневным. Ну, я, да, 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 логично. Тёма, ну что говорить? К нам раз в неделю приезжал грузовик с... Грузовик с чем? С мороженым летом. Я хотел поражать про грузовик с мороженым, а это, правда, оказался грузовик с мороженым. Тёма, нечего рожать? Он приезжал в воскресенье в двенадцать часам. И прям грузовик открывался, вот эта морозилка, рядом с ним вставала бобенца, с белым фартуки, вот этом колпаке смешном. Чувак сверху я бросал ей эти коробки, она некоторые даже не распечатывая, отдавала людям, и они уходили. Коробки с мороженым, не с играми. Коробки с мороженым. Хорошо. И о чём ты говоришь, какие там, соответственно, у нас были журналы в этой деревне. Где там единственный... Единственный киоск, который в печати закрылся, по-моему, в девяносто втором году, в Кудряшаке, ой, в Преодановке. Закрылся. Закрылся. Так. Всё. Там уже, соответственно, без вариантов было. Мы выживали как могли. Ещё раз говорю, у меня слишком поздно была Дэндзя, у меня слишком поздно Тега, причём недолго. Причём она у меня была только на один месяц, и я его потратил на то, чтобы пройти, внимание, собака, Фэнтези Стар 4 на японском. Это твоя Сега была? Ты её покупал? Нет. Я её взял летом на один месяц у паренька. Он уезжал, ему она была не нужна, он её хотел прятать от брата. И, дескать, я её забрал. Он, ну, короче, у меня её оставил. Не считается, я считаю. Не считается, абсолютно. Ну вот у меня Сега была вот в такое время, потом я её как бы покупал, но недолго. До переезда. Пока мы приехали в город, и она сдохла. От слова совсем. Допустим. У меня есть впечатление, что она как бы осталась в кудряшах. Подожди, ты её отдал владельцу? Нет. Я её сложил в коробку, но, по-моему, её из-за разрядов пацану отвлекаться, мы её, типа, оставили. Мы оставили несколько коробок с вещами, которые нам считались не нужны. Ага. И уже по тому моменту, как я приехал в город, выяснилось, что, блин, в одной из коробок были мои вот эти всякие мелочи. Там же осталось Дэндзя со всеми картриджами. Там осталось Сега с небольшим количеством. И, слава богу, не все журналы. Окей. Сонька, у меня тоже всё было не очень долго. Ты не прыгай с одного на другое. А чё прыгать? Я рассказываю примерно в той последовательности, как оно было. Ну, хорошо. Роман у меня недолго состоялся. Я, скажем, на играх стал несколько позже. Это времена помощь Парчина до Митькова. Ну, да. Золото Парчина, Матькова. Помнишь? Помню, помню. Не забудьте на юфире. Да, да, да. Ну, кстати, Парчин у меня самые, скажем, тёплые отношения. То есть, действительно был классный мужик. Несмотря на то, что мы работали фактически полуофициально. Так? Угу. Короче, он же мне сделал пенсионный. Так. Э, он до сих пор работает. Ну, потому что это один раз. И трудовую он мне выживал. Или... А? Это же СНИЛЗ пенсионную. Да, 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 да. СНИЛЗ. СНИЛЗ сделал он, и он сделал трудовую. Хотя не был обязан. Мы работали, вспомнили, работали по чёрному налпу, по большей части, я не знаю. Ну, сам вспомните эти годы. Да, конечно, я хорошо всё помню. Ну, потом Парчин-то ушёл, остался Митько, а его с ним-то как раз-то всё было, мягко говоря, негативно. Он там думал, что это... Меня можно использовать как угодно. Я, соответственно, ему отплачивал той же монетой. Ну, недолго там продлилось. Мне кажется, мы как-то отклонились очень сильно от темы, но может быть... Ну, это просто что-то... Ну, извини, во мне играть в алкоголь, я вспоминайте. Абсолютно нормально, мы, собственно, здесь для этого. Абсолютно нормально. Впрочем, я напомню, что период сейчас прошли по всему началу, да. Это у нас там был БК-0010, у нас был Спектрум, мы вспоминали, как со всем познакомились, и вот это всё. А мы не рассказывали ещё, как мы познакомились. Это вообще история отдельно, покрытая мраком векой. Так самое дело в том, что у тебя был там БХ, у тебя там был там Спектрум... Просто ты, я имею в виду, что ты прыгаешь сейчас сразу в студенчество, лет на 10 вперёд. А потому что вот у меня была Дэнди где-то лет в 13, потом у меня очень короткий промежуток была Сега, потом я долгое время в себе все обходился, пока у меня появился Сонька. Так что я где-то до после студенчества фактически как геймер себя не ощущал. То есть у меня не было ни на чём играть, нигде играть. Ну подожди. Это потом, когда я на этот... По состоянию здоровья-то с третьего курса ушёл, помнишь? Я работал как раз с этим. Тысяча мелочей, возле тысяча мелочей. Да, да. И вот тогда у меня появилось свободное время достаточно, чтобы я там оторвался на каких-то ролевых игр. На Соньке. А до этого нет, как геймер и не был. Компьютер у меня появился слишком позже. Тут дело немножко не в этом. Дело в том, что... Как бы так сказать... Сейчас я сформулирую. Смотри. Мы с тобой добрались до того, как ты накопил денег на Денди. Даже, в общем-то, не до конца представляю себе, что это такое. Потому что я напомню, что идея была в чём? Идея в том, что ты видел игры. Причём, видел игры на The X. В Доме культуры, в Криводановке. Вот. И потом, в какой-то момент, у тебя была копилка. Тебе некуда было девать, там, карманные деньги, назовём это так. Вот. И ты в какой-то момент копил, копил, копил и решил купить себе Денди. И ты даже не знал, что ты получишь. То есть ты, если я сейчас ничего не путаю, ни разу в жизни не играл самостоятельно. Ты просто издалека, там, из-за спины видел, что игры бывают. И решил купить и попробовать. И вот этот тот момент, когда, наконец-то, дома появляется приставка. Ты, там, не знаю, как ты пришёл в этот Алькор. Ты же в Алькоре покупал, как я помню. Там, какие чувства были. Там, не знаю, какую игру ты первую запустил. Честно. Это же вообще классные вещи. Это надо проговорить, это надо вспомнить. Это надо просто пережить. А вот ты правильно помнил. А на самом деле, я скажу, что Алькор меня очень сильно разочаровал. В первую очередь, благодаря вот этим мальчикам-обслуживающим, которые, там, пытались бабки срубить на чём угодно. Угу. Во-вторых, своим очень скудным ассортиментом на тот момент. Так. Я же приходил в Алькор, когда он фактически уже подзнулся. Там, в Алькоре уже в это время, уже вот эти вот были стандартные. Сто игровки, двухсот игровки. Я же не застал в тот время, когда Алькор именно звездился. Так. Когда игры на обмен были, когда там вот Смессо пытался себя изобразить. Я слишком поздно пришёл, понимаешь? То есть, для меня Алькор, вот скажем, не показатель. Для городских, скажем, жителей, да, возможно, там... О, да, Алькор, там, прикольно, наши, всё. А вот для меня приехал, там вот, у меня вот эти мальчики, скажем, наехали. Если бы не Маман, скажешь, меня бы ещё на 30 рублей опустил. Ну, допустим. Ну, это детали. Короче, ты её купил. Понимаешь? Да. Я вот, я тебе честно скажу, у меня даже некоторая грусть есть от того, я не помню, как я покупал Дэнди. Я помню какие-то общие идеи, какие-то смутные образы. И вот, а когда я покупил себе первую платформу для игр, то есть, это был The X, мы об этом с тобой, там, говорили час назад или два часа назад. Уже два часа прошло. Да, да больше, господи, мы с тобой целый день сидим. Просто мы в какой-то момент только эфир пустили. Вот. Это было, ну, вот, понятно, да. Я помню время, когда я там зашёл в комнату, у меня там стоял стул накрытый простынёй. Я не знал, что под этой простынёй. Или что это там, скатер было, я не помню. Я помню вот образами, да, и вот её там убрали. Как, я не знаю, как в цирке в каком-то. Вот. А под ней вот этот вот The X Spectrum, точнее, не сам даже Spectrum, а БК, наверное, господи, что я говорю. Реплика вот эта вот от завода Север. То есть, вот тот самый завод, про который ты рассказывал, который в Новосибирске находится, он промышлял репликами The X, красненький. Вот. И вот эта вот коробочка с кнопками, я не знал, зачем она существует, понимаешь? Мне, по сути, получается, сначала подарили компьютер, потом объясняли зачем. Да, я до этого играл. И видел игры, и играл, это был БК, но мы с тобой это всё прошли и так далее. Вот. Но я к тому, что какие-то вот эти вот куски воспоминаний и чувств, они у меня есть. И в случае, там, допустим, твоём, когда мы говорим, что именно своё, когда это впервые появилось, а у тебя оно же и совпало с тем, как ты впервые кнопки нажимал, и персонаж отзывался. Ну, вот это же, ну, что это стоит, это же магия. Вот. Оно тебе вообще вспоминается, у тебя воспоминания, остались об этом? Фиг с ним, как ты купил и так далее. Вот ты купил, у тебя коробка в руках, дальше что? Помню, как я доехал до Кудряшей, мне по дороге коробку слегка подняли. Так. Пришёл. И самое, как бы, было у нас то, что у меня к этому времени был свой телевизор. Ну как? Не то, что свой, но на кухне стоял телевизор у нас. В то время был частично модным по кудряшам. Не знаю, как там. Здорово. То есть был большой цветной. Угу. Стоял в зале. К нему был присобачен видак. И купили ещё маленький, чтобы на кухне сидеть, что-то смотреть. И, в общем, первое время я подсоединял буквально на кухне. И в первой игре, в которой телевизор стоит на холодильнике, я, задрав, на что-то играю. Пытался найти какое-то место, чтобы на что-то сесть, чтобы голова находилась на одном уровне с телевизором. Угу. Естественно, что по всей, почти что все игры, да ладно, не по всей, всё, что проходил на Денде, до того, как я, скажем так, пересел на эмулятор и стал подходить к этому позже, да? Так. Всё чёрно-белое. Ну да, я же помню. Нет разницы между Билли Ли и Джилли Ли. Дабл Дрэггон. В это, не в этом, вернее, в Дабл Дрэггоне. Вот вообще. Ну это же фишка. Нету разницы между Саб-Зиро, Скорпионом, Рептилией. Ну, слушай. Вернее, есть Ниндзя справа и Ниндзя собака слева. И да, я играл в пиратскую, вот эту вот, китайскую, сдёрнутую Mortal Kombat, в которой на Денде был. Кстати, могу сказать, что был вполне неплохо. Стоп, стоп, Mortal Kombat 16-битный. Мы щас про Денди, про твою. Был на Денди. Был. И не один. Был. Вот я в один играл. Угу. Супер Ультра Мортал Комба 3, как он назывался сейчас. Мы любим. Так. Ну, могу сказать, что он был вполне-вполне неплох. Ну, я помню парочку. Я помню парочку. Вопрос какой ты именно имеешь в виду. Я просто насчёт Черно-Белого. Ты же помнишь, в чём было дело? Это же история была в том, что все советские, ну, советская система телевещания, она всеками. Ну, если это совсем говорить упрощённо. Соответственно, и телевизоры советские, а тогда других не было. То есть у людей стояли рубины, изумруды, вот это вот всё. Вот, они тоже были в Секаме. Секам это, ну, формат. Я знаю. Я не могу продолжать. Вот. Соответственно, когда ты покупал видеомагнитофон, Дендю какую-нибудь, или, там, да тот же самый Спектром, в общем-то. Вот. У них система была ПАУ. То есть ПАУ Секам это родственная система. А вот нифига. Но. Тут был маленький нюанс. Мы покупали, когда, и Дедак. Дедак это был, это был 91 год. Это был, видак, на самом деле, Панасоник. Но он был переделан в Советском Союзе. И назывался, этот, электроника чего-то там. Я тебе могу сказать, что была офигенная техника. То есть функционал у него был просто зверский. Я в нём, когда на подготовительный ездил в 95-96 году, выставлял программу записи определённого канала, настраивал канал. То есть я, там был офигенный, здоровый, толстый буклет. Где пост был расписан. Я записывал себе Человека-паука. Поскольку его не мог посмотреть в воскресенье. Я в это время учился. Я приезжал. Видак включался в пленое время, записывал. То есть он был офигенный. И да, он работал в нашем формате Секам. То есть он, все вот эти вот кассеты, которые у нас были, мы смотрели на старом советском телевизоре в сети. Ну что смотрели? Команда. Это понятно. Я имею в виду, что действительно, вот в те дремучие времена, когда не начали появляться иностранные телевизоры, все советские телевизоры приходилось модифицировать. Приходилось устанавливать в него так называемый декодер. То есть декодер сигнала. То есть это такая же вот история, как я тебе рассказывал о том, что ты купил Дэнди. У тебя старый советский, ну как старый, по тем временам нормальный, обычный советский телевизор. Нормальный, обычный, да? Цветной, да. Тебе нужно было вызвонить, пригласить в дом телемастера, не абы какого, а прогрессивного чувака, который шарит. Чаще всего это по знакомству. То есть у тебя знакомые какие-то там дают тебе номер телефона и говорят, вот это Михаил. Ты звонил Михаилу и говорил, вот Дэнди мы купили. Что бы нам сделать такое? Терновелым у нас все показывает. А Дэнди, я напомню, подключалась тогда через РФ шнур, это шнур антенной. То есть те телевизоры еще не умели в периферию и имели только один вход. Вот не всякие вот эти тюльпанчики, которые позже всех спасали, а антенной РФ шнур, который, ну вот, в дом заведена советская антенна, щитка, так называемая, ты втыкал ее в телевизор и получал там, не знаю, первый канал. Он тогда, ну не первый даже был, а УРТ, если не ошибаюсь. А еще до этого, по-моему, просто единичка. То есть была, что, первая кнопка, вторая и третья, в общем-то. Причем третья работала 2 часа в день. Благословенные времена. Так вот. Да-да-да-да. И ты ему говорил, вот такое дело, купили мы, понимаешь, новомодную приставку, а нам надо бы, чтобы не черно-белым показывал, а цветным, а говорил, да, декодеры вам надо ставить. Дальше был вариант. Либо ты сам покупаешь где-то пал декодер на барахолке, и мастер тебе его только устанавливает и будет только заработать. Либо ты говорил, что ты вот веснуши-то, и тебе нужен полный спектр услуг. И тогда он где-то сам покупал декодер, ну как покупал, наверняка у него в чемоделье игру, десяток. Вот. И брал с тебя еще стоимость этого декода. Он приезжал, разбирал твой телевизор, паял там что-то, паял декодер, делал так, чтобы у тебя телевизор был не только сикам, а стал пал сикам. То есть два декода было, да, изображение. И в результате этого Дэнди, видеомагнитофон, и любая фигня, которую ты через F-шнур подключаешь, как телевизор иностранная, ну как иностранная, в формате пала. Вот. Она становилась цветной. Но это наподобие того, что мы с тобой опять-таки обсуждали по поводу подключения клонов ZX-спектром от телевизора. Изначально спектр, ну все-таки же он, монитор был заточен, но уж монитор советский человек абсолютно точно домой не мог позволить покупать. Ну не каждый во всяком случае. Вот. И да, каждый раз, как только у тебя появлялся какой-нибудь другой телевизор, то есть там, я не знаю, к тому времени у людей уже у некоторых были там вторые телевизоры, там, на кухне, например. Ну на кухне обычно черно-белых стоял, подешевле. Я про такое говорю. Я был черно-белых. А, то есть у тебя дело было не в том, что у тебя Секамовская система была? Нет, у меня был маленький черно-белый советский телевизор. Все было намного проще. А, это тот самый, который называется «Радуга». Нет, просто это старый добрый анекдот, и он абсолютно правдит. Да, телевизор под названием «Радуга» был черно-белый. Черно-белый телевизор называется «Радуга». Был черно-белый, да. Пожалуйста. А я уже забыл, на чем ряду забыл. Ну, я кинул тебе ссылку на Mortal Kombat на Dendy, скажи, это тот самый или не тот самый? Понятное дело, что он тут с какими-то адскими фильтрами и выглядит не совсем так, как надо, но это вот оно. Такой был. Вполне похоже, вполне похоже. Их было просто несколько. В Mortal Kombat. Я помню, что там у каждого персонажа было 3 по 3 суперудара, которые все делались одинаково. Вниз-вперед А, вниз-вперед Б и вперед-назад А. Сейчас так соункалибр работает. Да? Комбинации-то одни и те же, удары разные получаются. Офигеть. Блин, и все играют с этим мяцкими мажущими фильтрами. Мультяшными. И даже хорошо выглядят, утратительно. Да-да-да, подкат у Саб-Зиро, потом ледяной душ у него должен быть. И заморозка. Зато половины ноги нет. Тоже хорошо. Ну, да бог с ним. Ладно. Волоник затеялся. Ну? Вполне нормально была игра. То есть я в нее играл, все было прикольно. Ну вот это странно, потому что я от себя могу сказать, что... Ммм... Сейчас я сформулирую. Что с Mortal Kombat'ом на Dendy я познакомился уже после того, как поиграл в Mortal Kombat, ну, на нормальном... В нормальном виде, на Sega. То есть сейчас я попытаюсь восстановить хронологию, может... Обратите внимание, что он пытается сделать с Аб-Зиро. Он пытается бросок льда сделать. Да он там что только не пытается. Вот. То есть я сейчас попытаюсь восстановить хронологию, может быть у меня получится, может быть нет. Ну и бог с ним. Вот просто на волнах памяти с тобой сидим. Ну, смотри. Как мы помним, у меня там знакомство с играми произошло. Вот за пределами электроники. На БК-0010 геймером я становился на The X Spectrum, точнее на его клоне в севере. Вот. И Dendy у меня долгое время, новомодная появившаяся, ну, то есть как только их начали более-менее массово продавать, я действительно себе там уговорил родителей, купил, и Dendy у меня соседствовало долгое время со Spectrum. То есть я такой двухплатформенный был уже тогда. Мультиплатформенный, вертел. Ну, мульти, конечно. Вот. Я там во всякое играл, и это было, ну, прям практически самое-самое начало. Я до сих пор помню чудесную историю, когда я играл в этот Master Fighter 2, который Dendy'sкий Street Fighter-то. Я, на самом деле, только... Слушай, я как сейчас вспомню, просто перевизни. Угу. Как раз вот насчет этого Master Fighter-а. Я не помню, что это за чушь была, но там было 32 играбельных персонажа. Ой. Ладно, 16. Просто еще 16-то были перерисованы спрайты. Это другое. Но там были персонажи явно не из Street Fighter-а. Ой, про Street Fighter я могу долго рассказывать. Если ты хочешь это слушать, я тебе расскажу. Смотри. А тот самый Master Fighter... Ладно, начнем с того, что на Dendy никогда не было Street Fighter официального. Это правда очень смешно, но я это узнал относительно недавно, несколько лет назад. Для меня просто настолько всегда было очевидно, что вот то, что сейчас на экране, вот этот самый Master Fighter... Ну, давай я тебе скину, в принципе, что там... Чтобы мы вместе говорили о чем-то одном. Ммм, слишком много стима. Да. Вот так. Для меня настолько было очевидно, что это, ну, настоящий восьмибитный Street Fighter, что я никогда эту информацию как-то... Не то чтобы не стоял под сомнение, я даже не задумывался об этом. То есть, когда... Да, да, да. Для того, что вот то, что сейчас на экране, это на самом деле, ну, настоящий Street Fighter. Он фиговенький, конечно, восьмибитный. Я помню, что нормально аркадные Street Fighter действительно были представлены только на шестнадцати битах. То есть, ты помнишь вот эту вот... Рекламную кампанию, грандиозную, на самом деле, по тем временам, на Super Nintendo, на шестнадцати битах Несса, о том, что вот, наконец-то, настоящий аркадный файтинг там у вас дома и так далее. Я, кстати, не одуплял тогда, почему наконец-то, если я в него все детство играл. Ну вот. И долгое время именно эта вот игра, вот этот самый Street Fighter, она, ну, на многих картриджах шла в Денди, ну, не по умолчанию, но она была такая привычная. Но поскольку я Денди обзавелся очень-очень рано, так сказать, был одним из пионеров всего этого восьмивитного нашествия, вот, то и тот же самый Street Fighter я играл практически одним из первых, учитывая, там, не знаю, двор, город, район, вот в таком духе. То есть, как тогда казалось. Понятное дело, что мир гораздо больше одного двора. Ну вот. И, соответственно, я в какой-то момент взял у своих друзей-соседей с первого этажа картридж на одной из игр, на котором была вот та самая Master Fighter 2. Ее, правда, никогда так не называли, а когда начали хоть как-то называть, начали называть Street Fighter. То есть, если честно, я даже не знаю, откуда это пришло. То есть, вот... Не знаю, мы ее называли просто... У нас она была Master Fischer. То, что Fischer, это даже само собой. Я имею в виду, как бы так сказать, на самих картриджах, на наклейках писали Street Fighter, а не Master Fighter. Понимаешь? И как-то, видимо, так ее и называли. То, что на заставке это написано, как-то нас не смущало. Видимо, тогда еще не было вот этой вот привычки недоверия. То есть, это сейчас мы знаем, что... Какая разница, что на заборе написано, главное, что за ним лежит на самом деле. А тогда написано на коробке Street Fighter, значит, это Street Fighter и есть. В самой игре написано Master Fighter. Ну, может, ошиблись. Как-то вот это вот так вот было, да? Ну, не шли. Так вот. Я взял у своих друзей с первого этажа картридж, там шести, по-моему, игровка и так далее. Одной из игр был вот этот вот самый Street Fighter. И я в него прям играл довольно долго. То есть, я его включил, у меня был выходной впереди. Там, по-моему, даже родителей не было дома. И я вот играю в него, играю довольно долго. Там уже год, не знаю, пятнадцатый идет, может быть, и так далее. И тут внезапно мой персонажа, я играл за Рю, потому что я тогда как раз как Сенкаем занимался, и он мне казался самым, ну, не знаю, близким мне по духу, потому что в таком же кимоно. Ну, это не кимоно, это доги, но обычным людям долго объяснять, что такое доги, им привычно слово. Хотя, как наш тренер говорил, кимоно, это то, в чем гейши ходят. Вот, 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 Хадукин. У меня в какой-то момент вдруг внезапно получился Хадукин. А я, опять-таки, если ты помнишь, тебе рассказывал, во времена The X Spectrum пиратского, советского вот этого вот, не было другого способа знакомства с играми, кроме как их, по сути, тестировать. То есть ты запускаешь игру, начинаешь нажимать на все подряд кнопки и смотришь, что от этого случается. То есть не было мануалов, не было никаких тюториалов, не было даже таких привычных вещей, как раскладка клавиатуры и так далее. У тебя просто была игра и была клавиатура там на 50 кнопок, и ты просто нажимал их все по очереди и смотрел, что получится. Благословенное время. Вот, и в Dendy приходилось, ну, во-первых, у меня был паттерн уже разработанный, во-вторых, ну, приходилось в Dendy играть примерно точно так же. То есть тюториалов тоже еще не было, книжечки, которые картриджу прилагались, естественно, во всех этих пиратских коробках не находились, ну и так далее. Да и языка никто не знал вообще. То есть даже если сама игра и пыталась тебя чему-то научить, это все проходило мимо. Вот, и я тыкал все кнопки, то есть я быстро разобрался, что есть удар рукой, есть удар ногой, есть там условный бросок. Вот, но когда у меня персонаж сделал Хадукин, это было прям какая-то магия, знаешь, как будто я код игры переписал. То есть я набрал на джойстике неизвестно что и получил результат, который он ни разу до этого не видел, и о котором никто не знает. Я стал обладателем игрового секрета. Понимаешь? Я, опять-таки, вот с этой вот привычкой познавать игры через тестирование довольно быстро разобрался, что это комбинация вниз-перед рука. И добился стопроцентного воспроизведения. То есть я научился делать Хадукин. После этого я понял, что в принципе в играх есть такое понятие, как комбинации. До сих пор такого мне нигде вообще никогда не предлагал. То есть максимум там можно было идти вперед и прыгнуть, и тогда ты прыгнешь вперед. Вот все, это самая сложная комбинация, которую я до сих пор встречал в играх. А тут вниз-перед рука, понимаешь? Это же вообще. Вот. И я понял, что такой паттерн в принципе существует, что он в принципе возможен. Начал пробовать другие всевозможные комбинации в этом же паттерне и довольно быстро нашел вниз-назад нога. А вниз-назад нога это вот это вот Татсумаку Сунтукиаку, когда он крутится вокруг себя ногой и летит вперед. И это довольно мощный удар. И я его в игре до сих пор, там я час, наверное, играл, я не знаю, как такое могло произойти, но вот как-то произошло. Ни разу его не видел, я не знал, что он есть в игре. Это был первый случай, когда я, ну, как мне тогда казалось, нашел секрет. Я не знаю, я вытащил картридж, побежал к этим самым знакомым с первого этажа и говорю, я вам сейчас покажу такое, вы все охренеете просто. Я тогда не знал слово охренеете, но тем не менее. Вот. И показываю, говорю, вот смотрите, я сейчас магию пущу. И реально пускаю магию. И летит вот этот вот самый Хадукин, все вокруг охреневают, овации, я стою, там, не знаю, на пьедестале, за мной салют, я с загадочным лицом, типа, сколько еще секретов скрывает этот молодой человек. В таком духе. И, ну, это действительно было очень как-то необычно, круто и так далее. Может быть, мне поэтому и на долгое время начали нравиться файтинги, что они на скилл. Надо знать удары. Вот это все. И уже много-много позже, ну, то есть, как я уже сказал, я воспринимал стритфайтер, ну, Мастер Файтер 2, именно вот такой вот игрой, которая, ну, она единственная, то есть, я его воспринимал настоящим стритфайтером, единственным неповторимым. И прочие пиратские стритфайтеры, они начали появляться, на самом деле, через очень большой промежуток времени. То есть, мне сейчас кажется, что через годы прям, но в детстве время черт по-другому, поэтому, конечно же, ну, не через годы. Наверное, это было довольно скоро. Но, тем не менее. То есть, были другие стритфайтеры, и мне сейчас даже интересно узнать, какой именно ты. Я помню так называемый стритфайтер 5, который у меня был. И он был, в свое время он мне очень нравился. Просто Мастер Файтер, он был очень играбельный. У него были крупные спрайты, он был достаточно красивый, и он был очень отзывчивый. Но вот тот самый стритфайтер 5, который я последствий находил, он не был таким. Он был с точки зрения, как бы так сказать тебе, переложения оригинального стритфайтера, с точки зрения движка, наверное, боевого, более разнообразным. У него была подсечка, которая не просто била по ноге, а роняла персонажей, чего, кстати, не было в стритфайтерах, во многих других официальных. У него было там еще что-то. Но при этом были очень мелкие спрайты, и он был какой-то менее играбельный, что ли. Тяжело сказать. Я вот сейчас попытаюсь, может быть, его найти, но вот я вот пока не вижу. Может быть, его надо как-нибудь по-другому искать. Может быть, действительно, через 5. Вот. И были еще несколько. Но больше всего меня, конечно, поразил. Вот, кажется, вот это он. Super Blaster 7 Turbo 28 Real-Time Playthrough. Сейчас тебе покажу. Узнаешь, не узнаешь. Давай. Я пытаюсь. Слишком много окра открыто, надо половину закрывать. Проверяй. Поймал? Да, поймал. Сейчас, погоди. Жду. Контура кони. Да вообще. Вот что-то похоже. Что-то очень не похоже. Мне для этого нужно увидеть подсечку. Но вот ты видишь, да, что это вот другой совершенно Street Fighter на Денде. И, кстати, его немногие видели. Достаточно редкая, по крайней мере, у нас была игра. Да-да-да. Вот куча перерисованных персонажей была. Вот это она была. Действительно, персонажей очень много. Более того, я тебе скажу потом, на этом же движке появлялся еще Mortal Kombat. Он практически ничем не отличался, кроме спрайтов и имен. И там тоже, ради того, чтобы вот этот вот экран выбора персонажей казался огромным, да, а тогда же, ну, время такое было. Чем больше персонажей, тем лучше. Чем больше чего угодно, тем лучше. Поэтому, если у тебя экран выбора персонажей из 30 героев, или там многоигровка 999 в одном, то это, типа, гораздо круче. Поэтому вот те 15 героев, которые там были, они были раскрепящены раза по 3 и названы разными именами. Нет, самое крутое, что я видел, это было, это, тысяча в одном. Там на самом деле было, по-моему, 20 игр, не самых плохих. Ну, я знаю, что это, те же самые, Street Fighter. 20 это много. Loadrunner. Но, самое еще ха-ха было в том, что вот когда ты эти вот экраны... Ой, это же мастер-раной, божечки мои, это Street Fighter по-вашему. Так, продолжай. Вот, а вот эти вот, 20 вот этих вот игр, да, которые повторялись многократно. Двух, если... Там, Warrunner, Street Fighter, этот, как он? Ну, мы все знаем, что там многое. Battle City, Popeye, MAPI, вот это все. Дело не в этом, дело в том, что на каждом экране было 20 игр, да? И, так сказать, название MAPI 00P. Ну, по-разному бывало, да. По-разному. Но, на бэкграунде, там происходило целое кино. На бэкграунде чего? А, выбор игр. Да, да, да. То есть, ты когда выбираешь, там бэкграунд. То есть, остров, солнце, парень с девушкой идут друг другу навстречу, обнимаются. Да, 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 она самая, экран выбора, я знаю. А тут просто, ну, я не знаю, в курсе. На самом деле, я даже сейчас вспоминаю, там пиксель-арт, на самом деле, даже по современным меркам, очень-очень неплохой. А для 8-бит вообще был превосходный. А я... Ты знаешь, кто такой кластер? Естественно, нет. Хорошо. Ну, тогда очень короткая... Видимо, какой-то 8-битный пиксель художник, да? Нет, 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 всё гораздо проще. Это русский чувак, мой друг, который... Ну, он больше про программирование, вот. Но он известен очень хорошо на ретро-сцене, благодаря тому, что одно время занимался тем, что он создавал реальные картриджи с записанными туда ромами. Грубо говоря, он создавал свои многоигровки в первую очередь. И с которыми мог делать всякое. Так, ну, не могу ничего сходящего найти, потому что главным образом не знаю, что именно гуглить. Вот. И вот у него, ну, временами приходили люди какие-то, которые говорили, я вот, типа, хотят... Многоигровку сделать себе такую же, как у меня было в детстве. На ней были вот такие игры, да? Она была в жёлтом корпусе, вот с такой наклейкой. И на заднем фоне выбора игр должна играть вот... Ну, должно быть так, как у меня было в детстве. То есть играть музыка и вот тот самый закат, который ты описывал, с летящими чайками и парнем с девушкой. Да, да, да. Их таких было несколько, да, действительно. Вот. И, да, и как бы Лёшка это всё дело находил, и всё делал, и в результате за сколько там тысяч рублей человек, в конце концов, получал картриджи в нужном корпусе с нужными играми, с нужной заставкой и так далее. Плюс он делал кастомы, да? То есть можно там на день рождения кому-нибудь подарить картридж, на котором, не знаю, на экране выбора будет его фотография, ну, что угодно, в общем-то. Это всё программируется. Вот. И я к тому, что действительно у людей ностальгия очень разная. То есть у меня там ностальгия есть по конкретным играм, а у кого-то может быть ностальгия по мелодии и заставке, вот, выбора строчки в многоигровке, например. Ну, круто же, прикольно. Во! Я думаю, ты узнаешь. Держи скорее видос. Кого-то у салютуешь. Да-да-да-да-да-да, это она. Да-да-да-да-да-да. Да, это была одна из заставок, их было, кстати, много, и меня всегда это восхищало, потому что на это же надо ещё кучу времени потратить и так далее. Ну да, тут действительно, тут не закат, тут вечер, скорее, но главное, мы поняли, о чём речь. Причём, было же несколько вариантов, если не ошибаюсь, даже при переходе, то ли при переходе со страницы на страницу, то ли ещё как-то. Обрати внимание, вот эти вот альбатросы летают, а твой курсор выбора строчки в меню, он тоже в виде птички, правда, почему-то жёлтый. Да-да-да-да. Вот, и на разных страницах, хотя я, возможно, выдумываю, может быть, это просто разные картриджи были, разные слайды, вот сейчас человек их листает, во-первых, разное время суток, ну да, вот он до 97-й дошёл, разные страницы, и, соответственно, полностью вот проходит вот этот вот, как ты говоришь, фильм от утра и до самой ночи. Они вот сейчас костёр жгут, например, ночью они вообще спят, утром они там просыпаются, встают порознь. Это, блин, так как-то круто, вот сейчас на это смотришь с одной стороны, это как-то такое милое, конечно, но понятное и такое наивное интерфейсное решение. А тогда, боже мой, что это было в детстве такое крутое и классное. Вот, я соглашусь, да, это прям здорово. Причём там на самом деле качество картинки, оно офигенное. Ну да, но это жрало свою память, но надо понимать, что картридж с многоигровкой там на Денди, условно, вот эти вот тысячи в одном, да, он имел достаточно много, ну сравнительно много памяти, и туда представлялась возможность туда вот эти вот слайды запихать. Там же ещё музыка на фоне была. Да, была. Вот. И, соответственно, понятное дело, что там не было никогда тысячи игр, что там был их, ну, максимум, может быть, десяток, и в основном это были там одна и та же игра, стартующая с разных уровней, одна и та же игра, там, не знаю, имеющая разное количество жизней, одна и та же игра, там, немножко изменёнными спрайтами и так далее. То есть, по сути, эти игры даже не были отдельно записаны. Я думаю, что память на это особо не тратилась. То есть, это была игра с модификацией А, с модификацией Б, с модификацией С, вроде вот этих всяких Game Genie и так далее. Но я, правда, не очень в этом разбираюсь, потому что фонокластер, может, меня сейчас засмеял бы, но вот, тем не менее. Вот. А ты знал ли ты, например, Виталь, что вот тот самый магазин Algor Новосибирский, он, помимо прочего, ещё сам, собственно, делал собственные картриджи для Денди? Не сразу, да, потом надел. О, даже русскоязычные там выходили. Ну, русскоязычные сильно позже, но да. Я вот здесь сейчас не знал. Там история Algor очень интересная. Я в группе скидывал интервью с одним из людей, ну, с тем, кто Algor до последнего держал. Он, кстати, закрылся, не помнишь? Закрылся, наточек, два года назад. Просто несколько лет назад он ещё был открыт. Его он практически на энтузиазме тащил один человек, который раньше там просто работал, по-моему, в гарантийном ремонте. Вот. Ну, у него вообще очень сама по себе интересная история. По сути, магазин Algor, он сделал всю гейм-тусовку Новосибирска. Понятное дело, что в какой-то момент он стал неактуален, вся тусовка, она перешла на какие-то более актуальные площадки, типа той же самой барахолки и так далее. Но, тем не менее, ну, не будь его, наверное, многое было бы очень сильно разрознено. А так, люди, ну, был один-единственный магазин, то есть, его можно действительно, Algor можно сравнить с московским официальным магазином Dendy, который там на какой-то центральной улице был. Я уж, если честно, не помню, на какой улице был московский магазин Dendy главный. Ну, потому что я тогда в Москве не жил. Вот. И Algor, он, в принципе, был вот из этой же серии. То есть, это был магазин, объединяющий, самый главный игровой магазин всего города, наверное, все Сибири, в общем-то. То есть, я знаю, что люди, многие из области приезжали, из других городов, там, именно, зная, что вот есть такой магазин, в котором сосредоточена вся геймерская жизнь ближайшего округа. Вот. И я не знал раньше, пока не начал вот читать вот это вот интервью, другие какие-то тексты о тех временах, в которых, ну, вылезло сколько-то фактики, которые раньше мне, ну, ниоткуда мне ее было брать. В частности, оказывается, магазин Algor, тот самый, ну, он же покупал лицензию у Степлера и был официальным представительством в Сибирском регионе, вот, что он изначально не был магазином по приставкам. Это мы его узнали, когда он начал торговать там приставками и играми. А изначально магазин Algor открывался как магазин на базе, даже не знаю, как это правильно сказать, то ли радиокружка какого-то, то ли вот чего-то такого. То есть, это было пристанище энтузиастов электроники. И, по сути, это был магазин радиоэлектроники. И даже, вроде как, люди сейчас не помнят, как именно появилось название Algor, ну, точнее, нет контакта с людьми, которые его называли. А те люди, контакт с которыми есть, они не знают. То есть, они только предполагают, что само название Algor появилось как продолжение магазина тоже радиоэлектроники под названием Синар, по-моему, нет, не Синар, как-то другое. В общем, другое созвездие. Идея была в том, что, ну, мало кто знает, Algor это созвездие такое. Я вот в детстве не знал, например. И магазин на радиоэлектронике... Никто до сих пор не знает. Да. И магазин на радиоэлектронике Новосибирска, они, знаешь, как под зонтичным брендом, были действительно названиями всяких небесных тел. То есть, там был магазин «Звезда», или фабрики были какие-то такие и так далее. Ну, вот ты работал в магазине «Эфир», но это уже позже было. Возможно, он тоже как-то привязан. И вот, короче. Он до этого был магазин телевизора, мать его. Ну вот. Там все намного проще. Ну вот. И, собственно говоря, когда открывали новый магазин радиоэлектроники, его, видимо, вероятно, назвали тоже вот в продолжение этой космической темы. Самое смешное, что, когда под эгидой этого магазина появилась передача «8.16.32» на телевидении про видеоигры, там какое-то время эта космическая тематика тоже поддерживалась. То есть, во-первых, я не знаю, ты в свое время ее смотрел? Ну, то есть, ты смотрел, но смотрел ли ты ее сначала с первых выпусков? Скорее всего не с первых. Ну, Константина Ивановича ты помнишь. Да, 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 да. Очень необычный был персонаж. Ну, довольно-таки на секунду сейчас подойдет. Тогда слушаем удочку и ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Допустим, да? Кого допустим? Зачем допустим? Если совсем не изменяет, это был какой-то пришельц из космоса, который застрял на Земле. С далекой звезды Алькор. Кстати, вот я сейчас вспоминаю эту цитату. Вот. И понимаю, что вот это же получается не созвездие звезда. Хотя, да, Алькор точно звезда, но она самая яркая звезда созвездия какого-то, по-моему, как раз Алькор, тоже одноименного. Но я уже этот момент не помню, на удивление. Что я хочу сказать? Это, кстати же, было, по-моему, уже первым же заданием. Ну, ты помнишь, может быть, что 181632 – это программа, которая... Как бы так сказать-то? Она была, ну, научно-познавательной, назовем это так. То есть тогда еще телевидение было... Ну, не могло, наверное, себя представить как телевидение, которое только развлекает. Советское телевидение, оно же должно было еще и просвещать, правильно? Вот. И поэтому... Изначально я просто... Я этой программой, ну, участвовал в ней, присутствовал, занимался с самого первого выпуска. Несмотря на то, что в первом выпуске нас как, я не знаю, актеров, наверное, это надо назвать, как гостей, еще не было в проекте. Вот. Мы выступали в каком-то смысле консультантами. Но при этом мы там участвовали, ну, по полной. Вот. И я эту программу хорошо знаю, ну, изнутри, именно с самых первых выпусков. И, ну, собственно, первые выпуски-то я и знаю. Потому что что там творилось без меня, уже я не особенно в курсе. Вот. Не могу за это как-то отвечать. Вот. И да, действительно, изначально вся эта чудо-программа, она была одним глобальным огромным конкурсом. То есть не конкурсом, в рамках одной программы, передачи. Передача, как она называлась, уважаемая педерача. Вот. И даже не в рамках там одного какого-то месяца, а это был целый сезон, в котором программа ставила хитрые, кавержные вопросы из общей эрудиции, не связанные с видеоиграми. Вот. Обещая некий приз по результату сезона. Ну, призы были неплохие, участников было много. И вот одним из первых вопросов, ну, это надо пересматривать, конечно, чтобы утверждать прям точно. Но вот одним из первых вопросов было как раз, что такое Алькор. В том числе. Потому что это, конечно, безусловно, же магазин между вокзалом и цумом. Но помимо этого еще и вот яркая звезда, созвездие какого-то там, возможно, даже Алькор. Блин, я не знаю, давай. Давай же наконец-то. Погугли, Артюр. Давай же наконец-то нагуглим, да. Мне самоинтересно, Алькор. Так, в этом мы в гугле гуглим, что логично. А то я на ютубе зачем-то. Так. О! Унезапно. Ювелирная фабрика. Вот, Алькор википедия. Звезда в созвездии Большой Медведицы, тем не менее, расположенная вблизи значительно более яркого митцара второй звезды от конца ручки Большого Ковша. Способность видеть Алькор – это традиционный способ проверки зрения. Название в переводе с арабского, арабского, боже мой, я даже не знал, означает забытое или незначительное. Видимая звездная величина, ла-ла-ла. И так далее. Вопрос о том, входит ли Алькор и Медведицар в общую звездную систему или их близость на небе, случайно вызывал споры. А в лишь 2009 году астрономии Рочестерского университета установили связь между Алькором и звездами Медведицар. Ну и так далее. Алькор – это еще и Большой Медведицар, точно, точно же. Тюма. Да. Ты сейчас, давай, поржи, я тебе рекламу пришлю, ту самую. Он прям ту самую. Я тебе не хочешь рекламу пришлю? Он еще живой. Он, оказывается, просто переехал. Его надо искать. С этой, с вокзальной магистрали 5 куда-то еще? Да. Вокзальная магистраль 7, она уже 11 дробь 1. В парке… Недалеко, прямо скажем. Так, мы с тобой смотрим рекламу. Я тебе ее кинул, готов? Нет. Ну давай, будь готов. О, господи, ты нахрена ты нарыл-то? Ну, раз у нас с тобой сегодня такой день. Я, кстати, хочу на новый год. Давай до конца, ужас так ужас, на счет 3. Раз. Два. Три. Три. Аликор, это между вокзалом и тумом. Иди в Аликор и купи себе Дэнди. И все для Дэнди, что можно придумать. Дэнди из магазина Аликор. Брутальная реклама. Вот так вот. В последнее советского периода. Знаешь, меня этот розовый-резиновый слава уже пугает. Ну, что значит брутальное? Ну, о чем ты таком говоришь? Ну, честно, я не знаю, но сейчас что-то она мне как-то фрикова выглядит. Я не могу. Надо бы, кстати, зайти посмотреть, где они там. Не, она правда фрикова выглядит. Не, ну, блин. Короче, это же часть детства, и вот это все. Я, на самом деле, про Аликор могу очень долго вспоминать. Я уж просто не знаю, что тебе может быть интересно. Я сейчас пытаюсь найти на Ютубе Стритфайтер 4. Это игра, ну, возвращаемся. Это игра, которая меня прям очень воодушевила, и кажется, я ее не нашел. Я нашел два разных четвертых Стритфайтер, но один из них даже мне не знаком. Вот. Потому что, во-первых, я в детстве честно верил, что она такая есть. А, во-вторых, во-вторых, так, видно? А, все, ясно. О, т-т-т-т-т-т-т, сейчас, секунду. Ты у них рекламу делал. Прости, что? Ты на сайт зашел, который тебе скинул? Ну, пока нет. Давай. Давай, зайди. Так, подожди, я не вижу никого сайта, который я бы ты скинул, потому что... Потому что моя реклама Альфора как висела, так и висит. На, не, я раньше тебя скинул. Все, вижу, вижу. Нет. Так, ладно, заминочка. Ну, ничего страшного. Ладно, давай сюда. Все, все, теперь я вижу. Просто ты это скинул уже после второго моего ролика, и в результате я ее не заметил. Хорошо. Сайт Алькора, серьезно? Да. Ну, да, но они же сейчас новоделом торгуют, все равно. Ну, то есть, это уже не та история. Это уже не тот Алькор и так далее. Хотя, до последнего его тянул энтузиаст, который вот был там практически с самого начала и так далее. Ну, опять-таки, просто тебя снова отсылаю к тому интервью, которое там во ВКонтактовой группе опубликовано. Но, правда, очень интересное и показательное про те времена. Ну, вот, в принципе, все, да. Уже очень хорошо видно. Есть не курсор на картридж. Так. Какой? Любой. Он всеми цветами... Там такая, типа, перехвата на фильме. Я вижу. Я вижу. Это прикольно. Это действительно прикольно. Причем... Он этими цветами переливается только один раз. Пока второй раз курсор не наведешь. Ну, забавно. Ну, тем не менее. Все-таки, так, магазин... Стоп, а на Сеге вообще был ЧПД, а вторая часть? Милый мой, на Сеге, как и на любом другом консоли, что только не было, если оно было подвержено пиратству. Естественно, ЧПД он никогда не выходил на Сеге. Там у них и Darkland Duck есть на Сеге. Мать себе. О том и речь, да. Помнишь, как в Великом Драконе писали про... То, что наконец-то на Сеге вышел Марио? Это было, да, брутально. Ханта там, по-моему, прошелся вообще всеми этими. Ну, да, там был. Ну, тут, опять-таки, могу отправить к интервью Сережице Люрика, потому что, мне кажется, это очень этапная вещь. И для Сергея очень большая удача была. Если ты не в курсе, какая штука? То есть, Сережице Люрик, это автор страны, Игорь, там, товарищ мой. Мы долгое время вместе работали. Он писал для меня еще и в журнале Video Games Insight. Он писал для меня еще во времена сайта To Game 4 и так далее. Ну, и вместе мы работали в стране. Вот, после этого он сейчас, если не ошибаюсь, обретается на канобу, ведет свои многочисленные бложики, ну, и ненавидит много всякого. Ну, натура у него такая, не сказать, что сквозь, но своеобразная. Много видит недостатков в окружающем мире, назовем это так. Так вот, он в какой-то момент, не знаю, завел YouTube-канал и начал планомерно, планомерно в прямом эфире читать и рассматривать все выпуски журнала Великий Дракон с огненными комментариями в серии, боже мой, какое говнище. Ну, бог ему судья, разные взгляды, безусловно, нужны, потому что каждый человек на просторах интернета хочет найти то, что ему близко. Так вот, когда он это дело закончил, я, слава богу, не видел, как он рассматривал там 41-й номер, если не ошибаюсь, Великого Дракона, в котором я дебютировал. Но, не будем об этом вспоминать, это... Ну, скорее, сети тоже там совершались спам-потоками мусора. Все мы были в том возрасте, за который немножечко стыдно. Ну, неважно, это те страницы, которые вообще из жизни не вычеркнешь, более того, ни за что бы и не захотел это вычеркнуть. Понятное дело, что все мы в детстве были там не очень скилловыми чуваками, там, с не очень широким кругозором вот это вот все, но если бы мы не делали определенные движения, мы никогда не стали с теми, кто мы есть. Так вот, по результатам вот этого всего, Сергей связался с агентом Купером, с Валерой Корнеем. Ты уже его знаешь, я думаю. Да-да-да. Да. Вот. И они записали часа на полтора, наверное, глобальное такое подкастное интервью о временах Великого Дракона вот изнутри. То есть я, Валера, рассказывал, как все это делалось, там, какие течения будет внутри, там, что Поляков любил, что не любил, как именно возникали какие-то рубрики. Ну, то есть это такой вот действительно очень классный срез эпохи, и если кто-то вот интересуется тем, как, в принципе, заражалась в России игровая журналистика, и, в частности, какая была история у Великого Дракона, это просто must-have. То есть это надо читать, надо находить, ну, читать, слушать. Ну, текстовую версию, кстати, если бы я кто-нибудь набил ручками, можно было бы с не меньшим удовольствием читать, это правда. Вот. А к чему я это вспомнил? К тому, что интернет ничего не забывает. Да-да-да. Так, две секунды, сейчас подойду. Да, давай. Ну, а мы давайте пока с вами посмотрим тот самый Street Fighter 4, который меня просто вдохновил, потому что это был какой-то год, когда, видимо, в город начали привозить, я не знаю, какие-то новые картриджи, да, то есть начали появляться игры, которых до сих пор ни у кого не было. То есть это вот Firebird, которые, вот эти вот могучие рейнджеры, восьмибитные, клёвые гули, и там и одна часть, и вторая часть, и что-то ещё, и это был какой-то прям такой глоток свежего воздуха, потому что, ну, никто и никогда не может сказать, что он все игры на Денди уже видел, но в какой-то момент начало казаться, что да, что вот есть некоторые застой, одни и те же игры везде ходят, и тут вдруг такое. И появился четвёртый, бог да, мой, четвёртый Street Fighter. Да-да, вот прям тогда, 90-е. Вот, и кажется, это он. Пока не могу сказать точно, но лысый чувак в одежде шаолинского монаха точно был. Я помню его безумный удар, который копировал Син Куки Аку Рю, только уже двумя ногами. Да, и кажется, была вот такая вот. Нет хорошего качества. Итак, продолжаем пьянку. Да, я тут показываю тот самый Street Fighter. Четвёртый. Знаете, ты не видел? У меня не произвел полный статус впечатления. Что это вообще было? Сейчас я постараюсь найти. Ну, помнишь, ты говорил, во, вот это качество вроде бы получше. 93-й год! А ты хотел, ты что думал? Ты что думал? Стоит Street Fighter 4 в 2000-х вышел. Фиг тебе. Он был в 93-м. Так вот. Снова предыстория небольшая. В какой-то момент начали в Новосибирске появляться новые картриджи. Очень мало, скажем так, вот буквально, вот кто успел, тот и съел, с какими-то невиданными играми. Ты, наверное, помнишь, что был некоторый застой на Денде, когда было ощущение, что все игры так или иначе уже у всех есть. И тут вдруг появилось несколько сборников с играми, которые никто не видал. Я, конечно, сейчас понимаю, что большинство с вами это были китайские хаки, и кто-то просто в новую коробку китайскую залез и привез партию. Но были и официальные игры, в частности, там, одна из моих любимых игр того времени, это вот по могущим рейнджерам, где с боссами в конце приходилось биться в форме робота вот этого огромного и так далее. Она как раз старая. Файерберн. Ее просто я к тому, что ее до тех пор никто не видел. Понятное дело, я могу говорить только за свой район, там, и за своих друзей. Э, нет. Это вот игрушка как раз, которая мне на моей 21-й игровке попалась. Виталь, я не хочу сказать ничего плохого, но ты к тому времени еще даже Денди не купил. Нет. Ну, это да. Вот. И, в частности, там был четвертый стритфайтер, вот так называемый, ну, на коробке было написано, что он четвертый. Я сейчас пытаюсь понять, тот это или не тот, хотя очень похож, потому что, в общем-то, все, что я там помню, это то, что был вот этот вот, да, паста его звали, это правда, вот этот вот клончик Рю в голубеньком, в голубой самбовке. У меня просто, когда я сам бы занимался, была вот похожая. Самбовки, это вообще отдельная история. Вот. И был лысый шаулинский монах, я его постараюсь, вот, наверное, это он, который делал адовый совершенный удар, что-то вроде Симпукеаку, вот, Рю, только двумя ногами сразу он летал. То есть он стоялся на шпагах полуметре над землей и делал вертолетик. Но тут я сейчас смотрю, он никак не может его сообразить, потому что его застреливают. Да. Ну, в общем, будем считать, что тот самый. И вот эту арену я хорошо запомнил тоже, вот, с водопадом, но она красивая для Дэнди, это прям вообще. И вот совершенно китайская, да, игра, в которой чего только не увидишь. Я вот даже не знаю, откуда вот эти вот спрайты, мне почему-то кажется, что вот эти вот рожки, это обрезанные уши кроликов из какой-то другой игры. А, вот снова этот шаулинец. Может быть, на этот раз он сможет суперудар показать? Нет, все так же дохнет. И да, и уже тогда было принято файтинги проходить одним ударом, видишь? Ну, да, не суть. На чем мы закончили, когда когда-то отлучился? Алло? Алло, алло. Да-да-да. Тут, тут. На чем говорю? Ладно, мы маленько увлекаемся. На самом деле так оно и требуется, но просто вот пока я не забыл, надо напомнить пару вещей. Давай. Мы как бы зацепили игры, которые... Которые? Как бы начало. Я все-таки хочу уделить то, что у нас изначально было типа подобрать пять игр. Да, да. Я пытаюсь на самом деле сформулировать, ну, скажем так, второй или третий разряд. Того, чем мы говорим. Ну да, 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 да. Пять игр, которые определили на скандинги. Которые на нас произвели впечатление, игры, которые нас сделали теми, кем и есть в плане геймерства. Да. Если это опять же можно сказать так. Ну да, мы... Для кого-то это все-таки больше было, для кого-то было меньше, куда он уходил. Мы уже поговорили о том, такие игры были самые-самые первые, да, это у тебя... Прям было давно, до Дэнди. Уже интересно. А сейчас я хочу поговорить... Я сейчас зацеплю игру. Угу. Малоизвестную. Вот так. Которую на меня оставила... Сразу киню... Напомни мне название, я найду ее видос, чтобы понимать, о чем речь. Я сейчас самую найду. Хорошо. Вот, и мы поговорили о... Да мы много поговорили. В общем, история в чем? История в том, что мы ищем 5 игр, которые... нас сделали в каком-то смысле. И пока непонятно, что это за игры. Потому что первые игры, это не совсем то, что нас сделали. То есть, скорее, есть некоторый концепт, да? Я вот для себя сегодня смог разобраться в том, что, поскольку я начинал играть в определенной среде, в определенные игры, и делать это приходилось определенным способом, меня это как геймера, да и вообще как человека, наверное, во многом сделало... Ну, тестером, грубо говоря. То есть, без тьюториалов, без объяснений, с безумными совершенно концепциями. Ты сейчас, если ты знаешь жанр, то, в принципе, ты в любой игре этого жанра разберешься за секунды, за минуты, да? Вот. Тогда ты включал любую игру, и даже не знал, какие кнопки, что могут сделать. То есть, не было джойстика, была клавиатура с тобой и так далее. И приходилось, да, действительно разбираться методом тыка по реакциям. Буквально в темноте за 100 метров на ощупь нащупывать, о чем эта игра, что в ней нужно сделать, какие есть кнопки, все ли я кнопки нашел и так далее. и до сих пор, да, действительно, я чувствую на себе влияние вот того, как именно и во что я играю. И как. Короче, ссылку бросил. Не самое лучшее, но по похождению Люсиен на самом деле очень-очень мало, что можно найти адекватно. Во-первых, это 3 доллара, ребята. Ребята, я тут, ребята. Ну, мало ли, можешь чтобы слушать. Окей. И вообще рад общаться. Подожди, ну ты сразу прыганул на... Ты, ты как будто знаешь ответ. Какой? Ответ ты. Ну вот, я потому что не знаю, какие игры меня сделали. Мы вот сам вспоминали какие были игры. Самые первые. Я знаю. Я не остаюсь. Супай сформировать. Давай. На меня гигантское впечатление произвели вообще РПГ. Или РПГ под жанром именно приставочный. Намного позже включился PC-шный. И он, скажем, тоже оказал не менее сильное действие, но самый первый честно был приставочный. И первый, на самом деле, вот именно для которых я увидел, что мне назвали тенику и до сих пор производит довольно сильное впечатление. Несмотря на то, что она была 95-го года, это именно Lucien Questner 3DO. Игрушка с огромным количеством именно нюансов, которые до сих пор, скажем, не в многих играх встречаются. 95-й год, напомню. Смена дня и ночи в игре в реальном времени оказывает гигантское влияние на твою партию. У тебя один член команды, оборотень, ночью превращается в волка. Становится намного сильнее. А откуда берется ночь? Ну, я просто сразу признаюсь, в реальном времени идет время в игре. Ночью, например, закрываются лавки. Ночью никто с тобой не торгует. Происходит сколько, по-моему, там 10 минут наступает ночь. Еще 10 минут, опять день. Это на мировой карте. Пока ты в подземельях, время, по-моему, не идет. Но смена дня и ночи была. 95-й год. бои, они именно пошаговые и строились именно по... Все поле было разбито на клетки. Ну, слушай, 95-й год, ты говоришь? Это 3DO же, да? Это не то, чтобы какое-то прям раннее время. То есть, где-то в 95-м, 96-м, 97-м появился BraveFence Massachin'den на PlayStation. Ну, Porsche, да, я согласен. Там была шикарность на дня и ночи. А если мы будем говорить про спрайты какие-нибудь, то я думаю, она была уже в ролевых играх, нет? Нет, вот именно настолько серьезного влияния дня и ночи я пока не помню. Если кто меня исправит, исправляйте, ребята, я не помню. Я, например, не помню игрушки именно с таким вот подходом к боевому режиму. Поле, напоминаю, разбито на квадратики. Ты перед началом своего раунда выставляешь с какого места ты перед началом боя передвигаешь своего персонажа влево-вправо на определенное количество квадратиков. Это место, которое он стартанет. Прости, пожалуйста, я не могу не поражать. Указываешь врага, в которого он ударит. Если на пути следования персонажа окажется препятствие, а все поле боя обычно забито препятствиями, кусты, деревья, камни, он ударит камень, либо дерево, либо куст. Если его оружие соответствует элементу сломать, а там были такие элементы, во многие подземелья приходилось возвращаться многократно и переследовать его. Потому что, смотри, ты спускайся в первое подземелье, там у тебя встречают, например, песчаные насыпи, которые ты ломаешь своим оружием с уровнем ломать. Там было у оружия показатель атаки, да? Ну, стандартно, плюс 20, да? Так. И был, например, там второй уровень типа повреждений, а-ля, как я называю, ломать. Песок, например, ты ломал оружием ломать второго уровня, так? Ломать второго уровня? Ну, песок, к примеру. Ты песочной кучей ломал оружием второго уровня, так? Но там же были камни, которые ломались, в первом же подземелье, если мне память не имеет, внимание, оружием четвертого уровня, которое ты никакого доступа не имел, пока не переходишь на далеко-далеко вперед. То есть имело смысл, когда ты прошел далеко, прокачал, ну, то есть купил более мощное оружие, вернуться назад и заново перебить все подземелье. А ломать все препятствия на самом деле имело смысл, потому что в нем могли быть очень хорошие ништяки. Виталь, не теряй меня, я вернусь через пару минут, на всякий случай продолжай. Я пока пообъясняю. Да, да, если что, на экране как раз оно. Так вот, говорю, что старое доброе, бла-бла-бла, но Люсиен-квест, она была юмористическая, скабрезная. Она многие, именно на тот период, когда они были, она высмеивала. Сама Люсиен такая недоучка-волшебница, которую великий маг оставил, дескать, сиди здесь, я пока пойду мир спасать. А девчонка такая, не, нифига, я сама мир спасу. Приходит в башню, где она сидит запертая, вот этот вот, персонаж, который превращается в волка по имени Яга, и говорит, о, великий колдун, спаси меня. А, ты не великий? Нет, я его ученица, я тебя могу спасти, но только как прокачаюсь. А чтобы я прокачалась, ты пойдешь со мной. Она хватает волка и уходит вдаль. По пути она натыкается на я, господи, кто напомнит? Мол Редс, кроты, да, по-моему, кроты. Она натыкается на паренька крота, которого изгоняет из его племени. Он присоединяется к ним. Потом она еще собирает еще троих персонажей. Единственный шанский персонаж в игре. Арты в игре персонажи просто обалденные. То есть, огромное количество характеристик. Боевая система многословная. Персонажи могут использовать определенное количество разного оружия. Копья, например, пробивают два ряда подряд. То есть, если враги стоят друг за другом, копьем их можно то же самое касается у лука со стрелой. Если там определенному своему персонажу ты даешь вместо щита второй меч, он начинает атаковать по три клетки перед собой. И т.д. и т.п. Вроде как стандартно РПГ на гринд и на прокачку, но, блин, столько нюансов, которые там были впервые именно для меня. Это было очень необычно. Она же еще трехмерная была, я вижу, насколько. Она мне запомнил с именно ярким, красочным миром, огромным количеством юмора. Там юмор есть, и он действительно классный. Когда Люсьен начинает этому кротокрысу, господи, кроту строить эти, блин, глазки, и у него там написано Люсьен строит ему глазки. У персонажа интеллект падает на 50 единиц. Это офигенно, по-моему. По-моему, классно. И у такого там дофига. Вроде как стандартная девочка там собирает компанию, они спасают мир от зла. Но вот куча-куча нюансов. Интересная система самманов. Ты находишь где-то в секретных подземельях грубо говоря кувшины, в которых сидят великие духи. И эти кувшины может использовать каждый персонаж. Независимо из того, умеет он колдовать или нет. используя кувшина 100 единиц маны. В любом случае. Так. И соответственно ты вызываешь там ифрита, джина, шиву, там какую-то фею. И они воздействуют на все поле. Обычно очень мощно. т.е. Система прокачки боя с разнообразным оружием у каждого персонажа. Смена дня и ночи. Взаимодействие по всему миру. Да, она выглядит леповато. Да, дескать, ребята, ну че, сейчас это смешно выглядит. Ну, блин. Ну, блин. Вот наш любимый аргумент. Ну, блин. Скажем, на меня она пришла просто... Я не помню, чтобы у тебя было 3D2. 3D2 не было. Как это... Подожди, давай я даже по-другому вопрос задам. Смотри, мы выяснили, да, что ты... 3D2 я воровал на несколько выходных. И до этого ты не видел ролевых игр? То есть, Люсиен был первый? Был. Почему? Видел. Например, я почти полностью прошел Legend of Zelda Link of the Past. Но она не считается RPG, это все-таки экшн-RPG. Да, слушай. на немецком собак. Я помню Женю Довидюк, знаменитый Ицкий, кто-то, может быть, ее до сих пор помнит, хотя она давно живет в Японии и популярная Адамы не в России, но ты помнишь, потому что вы лично знакомы. Она в свое время меня в самое сердце поразила, но когда мы с ней вместе занимались вот этой вот передачей на телевидении 816-52, а мы именно так и познакомились в приемной компании Сибирский самородок, которая владела Алькором, если ты знал, вот, когда они эту как раз программу планировали. Ну, не суть. Вот. И, ну, мы очень сильно подружились, достаточно большая часть моего геймерского, там, не знаю, детства и подросткового периода прошла, ну, вот, не знаю, под знаком этой передачи, под знаком вот дружбы с Женей и с Антоном, которые вместе со мной в ней снимались, помогали ее готовить и так далее. Вот. и мы очень плотно общались. И, в частности, именно благодаря вот этим знакомствам и вот этой вот счастливой возможности, которая мне жизнь предоставила, я, ну, наверное, заполучил 3D Super Nintendo SNES. Я просто напомню, что SNES это консоль, которую могли себе позволить, в общем-то, довольно мажористые люди, даже не потому, что она сама по себе дорого стоила. То есть, разовое вложение многие бы могли отбить. Штука в том, что SNES это консоль, которая долгое время, ну, как, очень долгое, то есть, все то время, когда она была актуальной, подходили только лицензионные картриджи. Ну, то есть, на SNES как, по крайней мере, массового пиратства не было. То есть, картриджи всегда стоили дорого, они всегда были в больших картонных коробках с мануалами, там, киллерный сын, когда я покупал к нему, вообще саундтрек на CD-диске прилагался и так далее. В то время, когда Sega, она вот легко продавалась, вот, в общем-то, довольно дешево, в некомплекте, назовем это так. Назовем пиратку так. Вот. Поэтому, да, обычный, очевидный выбор для всех был, кто хотел играть в 16-ти видные игры, это была Sega. Вот. И у меня, в том числе, была Sega. Но я, как говорится, на ней уже все видел, все прошел, что хотел. А именно, благодаря вот всему, всей вот этой вот движухи с Алькором и сибирским самородком и программой V81632, у меня появилась возможность познакомиться с Super Nintendo. Взять себе домой ее, я имею в виду, совсем вот купить. То есть, я напомню, что Алькор был очень крут тем, и вообще, вот те времена, те 90-е были круты тем, что люди, которые предоставляли товары и услуги, они очень хорошо понимали рынок. То есть, что рынку нужно и какие возможности у людей есть, а каких нет. И Алькор был единственным на то время местом, который позволял обмен и прокат. То есть, если ты покупал приставку в Алькоре, ты получал пожизненное право пользоваться их прокатом за какие-то небольшие совершенные деньги. То есть, ты покупал один картридж, ну, залоговую стоимость вносил, он зовет так, но по сути покупал. Вот. И мог сколько угодно приходить его менять. То есть, я беру таким образом себе картридж, который мне интересен, прохожу всю эту игру, там, не знаю, изучаю, сколько ее нравится. Потом возвращаюсь, сдаю его обратно в Алькор и беру новый из той же ценовой категории. То есть, там можно было, грубо говоря, покупать абонемент на несколько ценовых категорий. И если у тебя был абонемент самого высокого уровня, то ты мог пользоваться вообще всеми играми. А их там сотни были. Вот. И как получалось слезть с иглы Dendy вот с вот этого обмена картриджей внутри двора и купив какую-то совершенно новую вот эту вот современную консоль типа Super Nintendo, получить доступ к играм, даже не имея друзей с такой же консолью и не покупая при этом за какие-то безумные совершенно деньги вот эти вот дорогущие картриджи. Вот. Это позволило действительно даже на Super Nintendo поиграть во множество игр. Я вот прям до сих пор помню драму с Mortal Kombat когда какой-то там из них у меня не пошел. Ну, тогда уже было разделение на NTC и пал, и видимо в этот прокат попался какой-то картридж ну, не той системы. Вот. Я целые новогодние каникулы получается просидел без игр и из этого очень здорово и классно надыл своим родителям. Вот. Поэтому мы как только ну, каникулы еще не кончились но кончился сам Новый год магазины снова открылись и мы поехали там в одно место купили сразу третьим Марталл Комбат я взял в прокате первый во второй я к тому времени наигрался и у меня прям вообще шикарно все было в шоколаде вот. Но я отвлекся. Вот. И благодаря вот этому всему получилось достаточно безболезненно играть на Super Nintendo в разные совершенно игры я понимаю что это чит я понимаю что многим детям это было недоступно но вот Алькор был настолько крутой магазин вот Алькор да но к сожалению я не застал этого времени не забоел ну да я это к чему все веду вот и та самая Женька Ицки это вот это все огромный огромный прогон для того чтобы просто сказать одну шутеньку к твоему предыдущему высказыванию она в общем-то тоже купила себе в какой-то момент Super Nintendo ее в какой-то момент потянуло на JRPG я к тому времени увлекся файтингами а она вот как раз как любая нормальная девочка вот истории и так далее и я помню под какими я был большим впечатлением когда оказалось в какой-то момент когда мы снова разговорились что она все каникулы играла по-моему в Secret of Mana в общем какую-то японскую ролевую игру на Super Nintendo на немецком языке потому что я там немецком учил в школе и мне-то как-то это было наверное попроще она в школе учила английский но поскольку картридж Паловский был только на немецком любовь к играм настолько была велика что человек реально где-то накопал словарь русско-немецкий словарь и по нему прошел всю ролевую игру с сюжетом на 16 битах и я до сих пор прям вот по впечатлениям и преклоняюсь потому что когда вот все говорят я английский выучил по играм ты вот на немецком пробуй пройди на японском я напоминаю что на первой РПГ который я прошел я влезу да это было Фэнтези Стар 4 так на японском ну подожди еще раз это первое которое ты прошел или да первое РПГ которое я вообще прошел Фэнтези Стар 4 а тут было именно такое яркое красочное броское аниме персонажей куча вот этих вот заставок все классно на самом деле там даже и знания по большей части не было нужно хп в описании есть значит хп восстанавливаем и просто брутфорсили всех врагов проходили а почти все сюжетные диалоги они были на кучу-кучу картинок то есть сюжет в любом случае более-менее понятен ну кто-то пришел к кому-то поговорил с ним и пошел бить мы в общем-то на 8 битах и уж особенно на ZX но на ZX кстати сюжета особенно не было вот я об этом могу поговорить потом отдельно но суть в том что вот на Dendy какие-то диалоговые видео вставки они действительно начали появляться вот мотиваторы да если мы даже вот банальные какие-нибудь там Чип Эдейл вспомним или там даже Darkwing Duck Черный Плащ вот то да перед каждым уровнем у нас там есть небольшой диалог они о чем-то там на своем китайском поговорили и побежали и исходя из этого из того кто с кем говорит какие эмоции при этом в портретиках показывают какая картинка позади этого стоит фоном мы действительно там ну как-то фантазировали как-то было ощущение что ты прикасаешься к чему-то большому и непознанному и что во всем этом есть смысл вот на Spectrum конечно с этим было гораздо тяжелее приходилось именно из самого геймплея черпать какую-то историю вот и в этом смысле да то есть ты еще на 8 битах научался как-то сам допридумывать историю то есть в общем-то отсутствие знания языка не так уж сильно и смущало то есть оно могло смущать на уровне не понимая что делать да а вот на уровне не понимая что-то вообще происходит такой фигни не было сами все придумали а вот тут как бы есть такой нюанс насчет фэнтези стара во-первых фэнтези стар 4 это завершающая часть игры именно для сеги все предыдущие части а их за исключением вот этих вот двух трех которые были потому что первый по-моему был вообще чуть ли не на по-моему на мастер систем по-моему вообще выходил на мегадраве точно есть второй третий четвертый и кроме того чисто в японии выходили побочные эти игры посвященные второй и третьей части игры так напоминаю что фэнтези стар в японии считается довольно продвинутой ролевой вселенной с огромным миром сложным многогранным то есть там все депрессняк все упираясь на то что человечество прилетело на далекую планету заселило ее все четыре планеты потом все пошло наперекосяк и там постоянно человечество скат чуть ли не в каменный век ему там присутствует и магия и андроиды и кибер великое древнее отмо который был на этих планетах изначально и сами люди себе палки в колеса постоянно вставляют потом это все скатилось вот в эти то что сейчас идет там фэнтези стар как он был фэнтези стар онлайн вот был бы Врен вы бы с ним вот действительно это все обсудили а я к сожалению мимо фэнтези стар прошел прям вот кстати насчет Врена так 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 картинку в студию картинку Врена я думаю никто не оценит но мы конечно разным говорим ты имеешь ввиду персонажа ты имеешь ввиду персонажа правильно да хорошо давай что за картинка по моему по моему ты мне прислал видеоролик нет алло бояться говорю так а все я стою и боюсь говори говори когда будет будешь готов картинка картинка ушла восхищайся ты поменьше не мог разрешение найти увы другого пока не нашел вот это вот да я слишком ну хорошо и чем тут восхищаться my name is Wren ну так я знаю кто такой Wren меня тут не удивило Киборг 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 из Силена он по-моему еще в третьей части да ну видимо видимо так но окей я не к этому я к тому что мне трудно поддерживать диалог по фэнтези-стару потому что я ну пропустил на 16 битах у меня развитие мое как геймера ушло очень сильно в другие жанры и ролевые игры я обсуждал я их смотрел я знал об их существовании и так далее но по факту в сам жанр я ворвался с 32 бит боже мой как это стыдно наверное но меня на это сподвиг все тот же журнал Великий Дракон потому что я наконец-то увидел насколько красивый ну даже не красивый а эстетической может быть ролевая игра на примере собственно седьмой финалки японской тогда еще Лорд Ханта вот тот самый делал ее прохождение на японском сам не понимая сюжета и выдумывая его походу ну Великий Дракон это отдельная история потрясающая история он такой да вот и я смотрел на эти скриншоты и понимал что а я бы в это поиграл но это было так немножечко на периферии а потом мы кстати с тобой уже были знакомы к тому времени ты по моему в ЦУМе работал нет не помню нет 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 ну не важно кто где на Фрунзе по моему работал Данил вот и он там мне рассказал в какой-то момент что появилась японская версия Final Fantasy 8 вот позорище да я так поздно познакомился с ролевыми играми именно вот собственными пальчиками вот я к тому времени примерно знал там в Великом Драконе 8 финал ждали тогда уже в принципе сложилось сложились какие-никакие каналы получения информации то есть во времена The X был полный вакуум вообще тебя просто с игрой оставляли наедине и ты просто ничего не знал во времена Денди уже какая-никакая начала складываться информационная среда то есть там какие-то там очень смешные но безусловно хоть какие-то там передачи на ТВ какие-то в газетах в журналах отдельные рубрики ну и так далее вот и ко времени 32 бит о котором я сейчас говорю уже информационная среда была достаточно насыщенная да то есть Великий Дракон уже был на фике на своем даже я бы сказал к закату двигался появлялись другие журналы какие-то книги описаний и к тому моменту уже развитие гейминга в России оно дошло наверное до такой достаточно высокой я считаю ступени когда ты имел дело не с фактом и продуктом когда ты уже имел дело с новостным поводом когда ты знал что какая-то игра только выйдет что она в разработке находится понимаешь да ты мог уже чего-то ждать а не просто иметь дело с готовым фактом что вот о какой картридж интересно что на нем вот в таком духе так что да я знал что такое восьмая финалка мне ее показали вот Данил собственно говоря в одной из точек продаж товарищ наш показал это было совершенно непонятно но это выглядело настолько охрененно когда вот я увидел эти самманы что меня это покорило я просто очень хорошо помню ту свою одну из первых один из первых расточков журналистской мысли как это смешно сейчас думать на том что у меня в голове возникла вот такая вот ассоциация которая во многом определила я увидев самманы которые есть в восьмой финалке подумал про себя что это вот ролевая игра которая в пиковых своих вот значениях выглядит в принципе не хуже файтинга то есть до сих пор то что было ролевые игры были очень сильно в графическом загоне то есть да у них была большая история да они были очень длинные по сравнению с остальными играми да они были глубокие разнообразные может быть в плане вот этих пошаговых механик но они именно графически выглядели достаточно бедно всегда ну по сравнению с топовыми представителями и даже может быть не столько графически бедно сколько недостаточно кинематографично что ли, не знаю, как это точно описать вот ну, потому что обычно там было как брожение по глобальной карте, брожение среди вот маленьких мультяшных домиков в локациях, ну вот как сейчас на экране, например вот, и боевые сцены, которые иногда были красивые, но тоже не очень вот, и тут вдруг восьмая финалка, в которой реалистичные пропорции для начала а я напомню, что это, по-моему, чуть ли не первая была игра такого высокого уровня с каких пор там были реалистичные пропорции короткие руки, длинные ноги в восьмой финалке не были реалистичные пропорции? не совсем они были на порядок круче, чем в седьмой и во всех остальных но вспомни, довольно коротковатые руки и длинные ноги ну, погоди, ты говоришь не о том я говорю о том, что ради упрощения восприятия бедной графики, во всех практически во всех ролевых играх так или иначе был применен супердеформит, да то есть у нас бегали чибики но только в боевках они себя проявляли как надо даже в боевках то же самое, даже седьмую финалку вспомнить, она была в этом отношении смешная то есть это было смешная а я вспомню другую игру легендов легая ну, во-первых, легендов легая далеко не смешная не настолько старая игра старая, она выходила, кстати, одновременно с восьмой финал пораньше она страшновато но в боевых частях извините меня в восьмой части ну, да, это согласно именно благодаря тому, что там ничего не менялось там, например, даже в седьмой финалке там не было таковой экипировки персонажа вспомни Виталий, я не очень понимаю, что ты хочешь сказать в легенд оф легая внешний вид твоего персонажа менялся в зависимости от того, что на нем экипировано и что? как это, какое-то слышание это было впервые пропорции и так далее пропорции в боях там были человечные именно настоящие в боях? то есть ты смотрел всего лишь три персонажа но тем не менее пропорции вполне нормальные и там была очень классно анимирована боевка основана на рукопашных боях этих восточных единоборств Виталий сама по себе она естественно рядом не стоялась с восьмым финалом очень сильно тает ну так как к чему-то ее вспомнил и восьмой графически именно вот хорошо, хорошо, хорошо по красоте делает очень сильно а уж про саму на восьмом это, ууу, нет в общем, я пытаюсь сейчас сказать что я абсолютно не понимаю к чему ты меня перебил смотри я пьян и мне вспомнилось именно вот легенд отбегая вот именно с ее боевой странной системой смотри я тебе сейчас покажу первый попавшийся скриншот на рандомном месте легенд от флегая ээээ и ты мне сейчас и ты мне сейчас и на карте, где они действительно страшные и ужасные давай вот без этого вот на карте, не на карте первый попавшийся скриншот со стрима легенд от флегая и ты мне сейчас пытаешься рассказать про реалистичные пропорции поймал картинку поймал выборная товарищ что? то есть вот это вот все по-твоему реалистичные пропорции, которые могут сейчас поспорить с 8 финал передергиваешь во первых очень сильно вот это может поспорить ну то есть отдельная боевая система ну окей анимашный персонаж хорошо, уговорил но это поверь, анимировано получше, чем 8 финал и все остальные хорошо давай еще раз к чему-то это все я напомню, что я сказал о том, что меня очень сильно впечатлило что 8 финалка это первая ролевая игра, которую я увидел в которой качество графики и ее презентация, как это раньше говорили с точки зрения пропорций и представления людей на всех аспектах игровых механик было сопоставимо с нормальными играми без поправок на вот эти вот ну на жанр да, то что у нас тут ролевая игра, поэтому у нас тут бегают чибики или у нас тут ролевая игра, поэтому все очень маленькие на экране или там у нас тут ролевая игра, поэтому мы не заморачивались с текстурами в таком духе то есть вот ты вспомнил Legend of Legai, окей я не могу сейчас твердо сказать, что Legend of Legai вышла она раньше или позже 8 финалки скорее всего действительно раньше вот, но это во первых не очень то популярная игра, во вторых, ну я ее тогда не знал может быть она бы меня впечатлила тоже но, я напомню а вот самое хи... самое хи... самое хи... в том, что там на самом деле впечатлять за исключением довольно проработанной системы нечего она пустышка потому это она пропущена она пустышка, но очень на самом деле она мне, кстати, сейчас Wild Arms напоминает больше эээ... Wild Arms... ну, возможно короче, я не понял, она вышла в 98 когда Final 8 выходил? я не помню ну, серьезно давай проверим это не сложно и не долго давай, давай да твоя ставка � bleiben 99 ну, где-то так, да эээм.. 11... февраля 99 ты хорош фигуф LEGA 98 года ну, вот, на год раньше ну опять LEGA Она пустышка, но какая в ней была классная боевая система. Просто чисто по визуалу, мне кажется, легая гораздо ближе к седьмой финалке. Я вот даже на одни только менюшки смотрю. Еще раз говорю, за исключением боевой камеры, боевого ряда, она даже не ближе, она хуже к седьмой финалке. Я это и пытался сказать. То есть, как бы так сказать, до сих пор я видел ролевые игры, ну до восьмой финалки я имею в виду, примерно следующим образом. У нас основное действие происходит на глобальной карте, либо в локациях. И в обоих этих случаях ты видишь в каких-нибудь чибиках, ты видишь упрощенную графику, ты видишь несовпадающие пропорции. В общем, ты видишь, как срезали углы постоянно. И особенно в детском вот этом вот сознании, в детском восприятии, эти вещи, они же все равно так или иначе сравниваются с теми играми, которые ты привык видеть, ну в целом, да. То есть, а это первая PlayStation, что у нас там первая PlayStation? Resident Evil, например. Вот сравни теперь, как это по локациям бегают в седьмой финалке или в Legend of League Eye с именплеем Resident Evil. Чисто с точки зрения восприятия графики. Я тебе больше скажу, я тебе могу назвать сейчас пару игр, которые Resident затыкают. Ну, это понятно. Я же тебе пример привожу. Нет, я опять же оскверсов-то. Ох, ёшкинг. Нет, нет, я просто хочу отдать должное одной очень интересной, но забытной. Давай так, давай так. Я просто все равно чувствую, что ты мне не дашь досказать мою двухминутную мысль. Поэтому говори, что хочешь, я просто помолчу сейчас пока. Давай, начинай. Продолжай. Давай, давай, давай. Все равно, пока ты не освободишься от этого времени, пользы не будет. А я иначе не заткнусь. Давай, продолжай. Все, я заткнусь. В смысле, иначе не заткнешься. А как тебя заткнуть тогда? Ну? Продолжай. Ясно. То есть ты обиделся, а через 30 секунд ты все равно снова влезешь. Ну, хорошо. Хотя сейчас уже повезло вот это вот напряжение какое-то. А что же за игру от скверсов-то не имел в виду? Резидент. Паразит их? Да нет, не паразит их. Что же там? Сквореникс такое выпускало, что гораздо красивее Резидента их. И при чем здесь вообще Сквореникс? Ну, ладно. Я говорил о том, в девятнадцатый раз пытаюсь начать ту же самую мысль незаконченную, что ролевые игры того времени, там, за пределами боевых сцен, которые можно было моделить с отдельными моделями героев, с отдельными текстурами и так далее, потому что они были изолированы. Ну, в общем-то, в этом и смысл всех японских ролевых игр, и это отличает японские ролевые игры от американской школы, там, от британской, от всех остальных, в первую очередь. Мне кажется, это, что они придумали делать отдельные боевые сцены на отдельном движке, в котором можно было делать совершенно другой вижуал. вот, в то время, когда не там, не так, вот, если коротко. А примерно так же, на самом деле. Вот. И ты к этому как-то привыкаешь и относишься к ним соответственно, знаешь. То есть, вот классический вот этот вот спорт. Да у вас игры некрасивые, зато они у нас интересные, да, и длинные, и с сюжетом. А у вас дурацкие какие-то спинно-мозговые аркады. Ха-ха-ха. Вот. И тут выходит восьмой файл, в котором я на японском, непонятно ничего и так далее, но в котором я вижу ролевую игру, вот сломавшую этот лёд. Понятное дело, не везде и не во всём. Но, опять-таки, во-первых, у нас все герои с определёнными поправками одинаково выглядят как в боевых сценах, так и на глобальной карте, так и в локациях. То есть, ты в локациях видишь того же самого скула Леон Харта, у которого есть ноги, а не просто эта голова с ножками бегает, как во всех остальных ролевых играх, и как, собственно, во седьмой финалке, например, зачастую. Вот. Которые по вот сложению, да, то есть, ну, какое там правило в изобразительном искусстве, да, что рост человека — это восемь его уголов, вот это вот всё. И вот эти вот вещи соблюдаются, пропорции соблюдаются, где много героев и так далее. А в боевых сценах ещё вот эти вот самманы делают дело. И эти самманы с точки зрения качества графики и динамики, а я напомню, что ролевые игры до сих пор были, наверное, самым статичным жанром после квеста, да, где в каждый конкретный момент на экране двигалось, там, не больше 20% пикселей экрана, за исключением спецэффектов, вот наложенных просто поверх, там, какого-нибудь взрыва. В общем-то, на экране мало что происходило, это очень статичные игры были. И тут вдруг внезапно угол камеры меняется, там, не знаю, Бахамут улетает куда-то в космос, потом фигачит огромным лучом прямо по земле, и вот это вот всё. В общем, она с точки зрения человека, который из-за плеча играющего смотрит на происходящее на экране, была очень зрелищная и не уступала современным своим товаркам других жанров. И я для себя вот так вот отметил, даже непроизвольно, что с точки зрения вот качества графики в боевых сценах Final Fantasy VIII, это, конечно, неправда, но мне тогда так показалось, в общем-то не уступает каким-нибудь файтингам. А файтинги, я напомню, на то время, в отличие от сейчас, это был самый-самый топовый жанр, потому что там всю мощь консолей и всю мощь дизайнеров можно было направить на всего двух персонажей, одновременно отображенных на экране и плюс задней карены. То есть ты вспомни, как файтинги выглядели там во времена 32-бит, да? Да и даже 16-ти тоже. Там не надо было моделировать огромный мир, там не надо было моделировать много, ну, движок таким образом, чтобы много персонажей помещались на экране. Тебе надо было добиться того, чтобы движок держался максимальным качеством, на экране всего две трехмерные фигуры. И поэтому файтинги действительно выглядели круче всех. То есть это, наверное, был пик графических возможностей, которые выдавался на каждой платформе. Ну, за исключением PC, потому что там очень странно. Там даже с файтингами было как-то очень странно, хотя они были, конечно же. Реперчоп файтер там был на PC и так далее. Вот. Поэтому я посмотрел на эту восьмую финалку японскую и так впечатлился, что купил себе седьмую. Ну, потому что она была на английском, и на английском в неё можно было нормально поиграть. И вот это вот всё. И я тогда уже решил, что седьмая финалка это для меня будет вот такой подготовкой к восьмой. Во-первых, я разберусь с серией, я разберусь с какими-то там правилами этого незнакомого мне тогда жанра, ну, не очень знакомого. И вот. И в конце концов, пока я её прохожу, восьмая уже выйдет на английском. Вот как-то так. Алло, алло, ай, лисен? Да, в курсе, я. Так. И всё это время у меня на экране была Легендов Легайя. Ну, класс. Она как бы странная. Не менее странная была вторая часть, которая выходила на второй Соньке. Легая? Которая прошла, по-моему, ещё более незамеченной, чем первая. Ну, правильно, камон. У неё огромное количество плюсов. У неё вот такое, значит, впечатление, что её вот именно зазря пропустили. То есть, они там отошли от того, что... Первая была фактически посвящена именно чисто вот красиво анимированным боевым сценам. У тебя было три разных персонажа с тремя разными школами. Был такой а-ля главный персонаж, который явно основывался на каком-то общем, таком избитом каратэ-компо. Использовался возможные там атаки красивые, эпичные и так далее, которые назывались тоже красиво. Типа Саммерсолтов всяких и так далее. И сама система была, она основывалась на комбинации твоих левой и правой руки и верхнего и нижнего удара ногой. Если ты их правильный выстраиваешь, оно тебя связывалось с комбинацией. Потому что те же самые комбинации, они фактически как файтинги. Помнишь, да? Вверх-вниз, вперёд-назад, да? Можно ставить слово? Оно превращалось в офигенную атаку там с разворота двумя ногами. У нас была, соответственно, там девочка... Алло, меня слышно? Нет, что ты говорил? Конечно, я всё пытался сказать, про какую часть ты говоришь. Про первую? Про первую. Во вторую они изменили. Во вторую они отошли от рукопашного боя. У каждого персонажа в твере есть либо холодное оружие, либо магия. Система осталась та же, но она какая-то менее такая вот простая. Она менее формирующая персонажа. У нас теперь все с мечами. Только одна девочка там колдует четырьмя элементами. Плюс, соответственно, они во второй части там ввели огромное количество мини-игр, которыми, естественно, звездятся японцы. Естественно, у нас есть там кухня-готовка, естественно, у нас там есть рыбалка, естественно, у нас там есть два или, по-моему, даже три различных боевых турнира, на одном из которых ты участвуешь согласно сюжету, он простенький, а потом возвращаешься и дерешься уж там на полную катушку. Естественно, там есть торговля, и там была вот эта вот система очень необычных взаимоотношений между персонажами. То есть, как бы, плюсов много, но сама игра, знаешь, из разряда а кто ее делал? Этих людей знаешь? Нет, не знаю, что они вообще делали. И сколько мне понять не заметит, это даже не те люди, которые делали первую часть. То есть, она у меня есть, я ее проходил фактически до финального босса, там застрял, потому что нужен был кач, после этого у меня горела карта памяти, но у меня в планах эту игру перепройти, потому что в ней огромное количество плюсов. Она из разряда, дескать, мы тебя, игрок, часов в десять мурыжим в длинном-длинном таком опенинге, да? Но в этом опенинге у тебя есть именно шансы выбрать модель, модель поведения. То есть, там были два персонажа, которые боссы, их можно победить. И ты как бы в этот момент ломаешь игру. Потому что ты игру на самом деле начинаешь с этого момента двигать по другому пути. Она была именно прикольная в том, что она постоянно предлагала что-то новое. То есть, главный герой двигался в город, чтобы найти свое предназначение. Его поймали два извращенных извращенных родственника, брат с сестрой. Она толстуха и брат, который жеманный принц, который восхищается своей сестрой. Незавидно, что он реально толстух. Они запируют главного героя, потому что они, по-моему, с сорокого уровня, ты восьмой. И садят его в тюрьму. И дальше начинается, вот, по-моему, чуть ли не на восемь игровых часов побег из тюрьмы. Где ты бежишь, спасаешь попутно вот эту девочку Майю, которая колдунья последнего. Вместе с ней сбегаете, находите какого-то великого мастера восточных единоборств, к которому вы присоединяетесь. Потом к вам присоединяется пиратка. Естественно. В мини-бикини с этим... И с палашом. А пятого персонажа я даже не помню, если честно. Теперь интересно увидеть пиратку. Ну ладно. Ну вот, черт говорю, там, естественно, постоянно, когда ты идешь по каким-то локациям, постоянно же делаешь привалы. На время привалов персонажи общаются. Аля в Гранде первой. Ты во время привала можешь готовить. У каждого персонажа есть свои приоритеты. Что он любит есть и как он это любит готовить. Потому что готовить может любой. То есть ты должен отправлять в поход. Это, кстати, стереотип именно ролевых игр тех времен. Помню, они начались с 32 битв. А о чем ты? Какие стереотипы? Делсов Дестани, вспомни. Конечно, я помню Делсов Дестани. Набрал жратвы и вперед с песней. Ну да, да. В том же самом в девятом файли вот это всплывало постоянно. То, что нужно приготовить. Не люблю Дестани. На еде был гигантский акцент в Гранде. Всю Коданя во втором. Там целый мини этот. Да не мини, а неплохой сюжет завязан на готовке и на турнирах боевых этих поваров. Японцы любят поржать, что ты хочешь. Не только, они рыбалку любят. Почти во всех вышеназванных играх во всех есть рыбалка. Да, это правда. И есть турниры. Так, секундочку. подойдет. И слился на середине. Я даже не знаю, что тут на это ответить. Я внезапно вдруг подумал о том, что... Ну, смотрите, с чего вот эти вот безумные разговоры с Виталием начались. Ну, да, это поиск какого-то генокода геймера. Мы хотим вышлинить какие-то, может быть, игры, которые на нас очень сильно повлияли. Как на геймерах имеется в виду. Это действительно очень сложно сделать, как выяснилось. Ну, не то, чтобы я сомневался. Вот. И непонятно, какие вопросы здесь задавать, потому что очень неправильно, я считаю, спрашивать, какую первую игру ты играл. Ну, то есть, это правильно, это очень здорово, что, кажется, не знаю, вспомнят и назовут свою игру, самую первую. Но первая игра, она не определяющая. Она может быть определяющая для интереса. А можно попытаться найти какие-то хвосты в том, чем именно видеоигры привлекли. Да, потому что от первого раза тут, что в играх, что в сексе многое зависит. Понравится тебе это дело или ну его нафиг. Вот. И как-то да, мы разобрались в том, что какие-то вещи не сделали из нас геймеров, а какие-то сделали. Так, ты вернулся? Давай. Какая у тебя была мысль? Что у меня? Мысля? Да, да, кажется, была какая-то. На самом деле, пытался просто привести опять же к Сейкодену, но вот да, вот игра, которая реально изменила меня, как всего, что и есть, которая привела вот просто РПГ, это мое все. Это был Сейкоден первый. Не Люсиен Квест теперь уже. Люсиен Квест, он, скажем, открыл для меня, но он, я не смог его даже пройти. Сейкоден-то первый я прошел. Люсиен Квест я не прошел. У меня не было желания. Долгое время. Первый. 3D-мужки. Да и сейчас, скажем так, отдельный вопрос, надо, можно, в принципе, найти рабочий эмулятор, пройти ее, хотя я сомневаюсь, что она произойдет, мне даст то впечатление, которое было. И поэтому я не тороплюсь ее, скажем, искать эмулировать. Ты про какую-то... Для меня это она игра, которая на меня произвела печать. Детали, а про какую-то игру говоришь? Сейчас про Люсиен Квест. Угу. Иконы-то всячески перепрохожу во всех позах, как можно. Ну, естественно. Я именно про это. А про Люсиен Квест? Да. Произвела впечатление. Да, я ее увидел. Да, глаза загорели. Да, она много чего показала, дескать, привлекла. Но вот сейчас ее искать, эмулировать, честно, нет желания. Вот честно. Возможно, оценка моя этой игры снизится. Возможно, самое мое впечатление там как-то упадет. Честно, она была, в ней что-то было. Я, наверное, оставлю то, как оно есть. Ну, вот с ее кодом, скажем, это вот наше все было. Как так вышло, что мы настолько оперировали с ролевыми играми? То есть, я знаю, что ты старый ролевик и не знаешь слог любви и вот это вот все. Но, я так как уже признался, к ролевым играм плотно подошел именно на выходе японской Final Fantasy VIII. А это, друг мой, скажу, потому что, по большей части, брутфорсер, который всячески в играх ищет какие-то элементы, которые можно взломать. Чего? Которые можно там как-то вскрыть изнутри. А RPG позволяет этому по всем количествам все остальные игры? Ну, не знаю. Может быть. Я не против. Я имею в виду, что как-то так, видимо, получается, но, видимо, потому что мы сейчас о тебе говорим, да? Как-то так получается, что называются игры исключительно ролевые. Вот. не можешь же ты сказать, что ты начал играть сразу с ролевых игр, или что именно ролевые игры это единственные игры, которые, не знаю, привили тебе любовь к этому хобби. Или можешь? Я об этом и говорю. Сначала 16-битный, потом 32-битный. Компьютер у меня появился слишком поздно. Появление компьютера, да, я бы слегка расширил свой ассортимент. И стратеги стали тактические и глобальные, нравятся, а-ля, то же самое. Почти все творения парадоксов. Я начинал играть еще со времен второй Европы. Я помню. И шутеры мне стали заходить. То есть, первоанрыл наше все, вот просто из разряда. Это вот игра, эталон для меня. По геймдизайну, по именно графическому вот этому наполнению, как оно идет. Музыка божественная, боевка классная, огромное количество разнообразного и взаимодействующего оружия. Первоеанрыл, все, как бы, то есть, тоже идеал. Тот же игрушек, который мне, скажем, поставил и сделал. Ну, вот, скажем, RPG, это для меня, это реально вот веха, скажем. Причем, она у меня сначала была приставочная. Кто? Веха вот эта вот, RPG-шек. Сначала это были только приставочные у меня. А потом, Виталий, для себя открыл PC-шные. RPG. Во многом, благодаря такой конторе сейчас уже подзабыто, как Black Isle Studios. Я просто чувствую, какой пласт сейчас свалится просто сверху на меня. Ладно, что свалится. Ну, ладно, ну, естественно, еще этот, господи, интерплей, который начинал-то с первых, второго, фоллаута. Пока он там не перебрался за гребущие ручки, ручки беседки-то. Не скажу, что это пошел на гигантский минус вселенной фоллаута, но то, что она изменилась, это да. А Black Isle, блин, ну, наше все. Baldur's Gate, полный Escape Torment, ICNDL, плюсы контор, от которой от них отделилась, Arcanum, Anachronox. Много-много хороших как был RPG, 90-е, 2000-е, они как бы на песи-то выходили, причем довольно-таки очень качественные. Это когда Daydata начала возрождаться, плюс попутно вызвал всплеск интереса к себе, ну, к такому поджару, как RPG, который уже был подзабыт. Потому что RPG-то она была популярна ближе в 80-е, начало, самое раннее, 90-е. Те самые гоутбоксовские игрушки, то же самое Dark Sun вселенная. Потом как бы подзабыли, на песи стали популярны шутеры. Ой, как будто на песи не были популярны шутеры. Ты так говоришь, как будто на песи всю жизнь играли в ролевые игры, а потом вдруг пришли шутеры и все испортили. Но ведь не так все было. Я не говорю, что испор... Я говорю, что до этого сколько, могу сказать, все было, ну... Контор было немного, так? И компьютер, скажем, не так широко был распространен. Игрок себе мог позволить раз в год купить одну игру и играть ее. Те же самые гулбоксовские RPG-шники. Там это вся вселенная Dragonlance, все эти же самые эти Pool of Radiance, Pool of Darkness и так далее. О, господи, кто там еще был-то? Минзабиранзан. Наши все. Кирис Д'Орден. Скажем, они вполне, скажем, ушли вот наравне. А потом вот, скажем, пошло вот выделение. То есть, вот есть кто-то вот, мы стратеги, нам давай только Counter, Command & Conquer, нам давай только Родалер. И вот, давай кучу клонов на нее. И понеслась куча клонов. Звучит от тебя это как-то обидно. Ну, что значит куча клонов, мы стратегии, нам давай твой. А потому что среди клонов были реально мощные, подобные тотал анихилейшн, да? Просто, ну, в какой-то момент люди начали понимать, в какой-то момент люди начали понимать, что им нравятся определенные жанры игр. Да. Это, кстати, очень круто, потому что... Но если, скажем, игрушка сделана высокого качества, какие претензии? Просто, да, она нравится игрокам. И, ну, если ее сделали высококачественной, то, блин, какие претензии, ребята, вы делаете? То же самое тотал анихилейшн, ну, скажем, эталон жанра. Как AMD, несмотря на свою второстепенность, но благодаря своей необычности, именно игрового сеттинга и самого игрового процесса, он тоже хороший. Но уже были всякие арсеналы, если интересно, погугли. Вот уж полное было из разряда. Ребята, что это, на коленке за одну ночь собрал, да? Эмулятор работы руки? Спасибо, не надо. А эмулятор работы руки знаешь почему? Я вообще потерял мысль, если честно. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Нет, я про то, что вот, да, РТС, значит, стали популярны в начале вот именно 90-х. То есть, там, пошло, поехало. Потом вот что-то сплеснулось еще, что-то еще. Потом РПГ, короче, вернули, дескать, и сказали, что мы тоже еще модем. И они тоже стали, на них стали кучу клонов, переклонов делать. То есть, вот, сама индустрия, она же постоянно такая, в постоянном поиске, то есть, кто-то пытается срубить бабок, кто-то из разряда, где сказать, вау, засвездилось РПГ, я наконец могу сказать свое слово в этом РПГ. Он пытается, он говорит, но, блин, игра проходит незначенной. Это опять же про то же самое Арканум, я на Хронокс, к сожалению. Отличные игры, просто отличные, но не в то время, не на ту публику и так далее. Тебе не кажется, что ты сейчас начал ныть? Нет, я просто включил стандартную эту скрипку, ты что меня перебиваешь? Стандартная нытью. Ну окей, продолжай. Просто я не очень люблю вот эти вот разговоры о том, что вот были хорошие игры, которые мне нравились, а все остальные игры были так и не очень, и была публика, которая их не понимала, и все вокруг было все такое, не такое, как мне хотелось. Ну это такое. Нет, ты слегка, я, наверное, может, не так это говорю, тогда просто. Не, не, просто пока. Но просто действительно были вот офигенные вот вещи, которые, к сожалению, забыты. Ты сейчас их тыкаешь, как бы людям показываешь. Ребята, вот то, что вот сейчас современный игрострой кичится, это из разряда все новое, хорошо забытое, старое. Все уже было, ребята. Ну и все. Как бы, на самом деле, все, что фактически вот то, что себя проявляет, все здесь, вот мы там, нет, вы раскапываете старого. Вот из дико нового заключение вот эти, что основано на технологиях, для того, что в VR, то, что нельзя было реализовать в те времена. То есть, все уже, ребята, давно было. Я не согласен. заради бога, спорь. Ну, как спорь, давай попробуем, но я не думаю, что... Нет, давай, нет, переспоришь запросто, давай, все, соглашусь, посыплю голову пеплом. не, не, во-первых, ну, я просто не люблю спорить, потому что, ну, это никогда... Но у нас-то отлично получается. Это никогда не заканчивается ничем хорошим, и вот это у нас тоже получается отлично. Вот, но штука в том, что, как бы так тебе сказать, мне вот такие подходы субъективные, они всегда кажутся чем-то недопродуманным, что ли, эмоциональным. Эмоциональным. В рациональности. Еще раз, Тема. Из серии, раньше деревья были выше, трава была зеленее, все придумано до нас, все, что сейчас современное, мы по-стариковски будем обижать, на все фыркать, и как бы все молодежь называть дураками. Но это, как минимум, очень лукало. Как максимум, это очень мощный самообман. Вот, я все-таки считаю, что концепции, механики и подходы, ну, если даже не совершенствуются, то, как минимум, новые появляются сейчас. И довольно много. Нельзя, конечно, сильно спорить с тем, что в ААА-сегменте есть некоторая стагнация, есть очень сильная осторожливость, если можно придумать такое слово, от издателей в плане каких-то ну, не революционных идей, но вообще, в принципе, в плане каких-то идей. То есть, как правило, сейчас мы пришли к нескольким жанрам, один из которых это мета-жанр, то есть приключенческая игра с элементами прокачки в открытом мире с побочными квестами, ну и вот это вот все, да, в которой свопаются сеттинги и в которой идет гонка графики и каких-то добавочных механик. Механики углубляются, механики видоизменяются, да, безусловно, каждая новая игра, она становится глубже и интереснее, ну, если мы говорим про хорошую игру, не только в плане, там, техническом, но и в плане какой-то полировки существующих механик и добавлений нескольких может быть черт, но это действительно все осторожно, то есть, как мы сегодня с тобой в начале дня говорили о том, что вот, когда кто-то придумал лодранер, это была безумная концепция о том, что человек бегает по лабиринту, копает ямы, и эти ямы сами зарастают, и вот такого уровня абстрактности и такого уровня смелости идеи, вокруг которой наворачивается вообще вся игра, сейчас добиться уже практически невозможно, то есть, такие вещи можно увидеть в Индии, но когда большие дяди сидят и разговаривают там, где-нибудь в эфире о творческом пути видеоигр, Индии обычно оставляют там на сладко, что вот, вот мы обо всем поговорили, а еще есть Инди, там все не так, но тем не менее, тем не менее, концепции, появляющиеся в играх, это не только концепции, которые появляются в ААА, это концепции, которые в принципе возникают хоть где-нибудь, и сейчас есть даже целые жанры, которые раньше не были возможны, да, конечно, можно будет наковырять какую-нибудь древнюю, мало кому известную игру, в которой и был какой-нибудь слегка похожий режим, или небольшой кусочек на полчаса, и сказать, вот она, где была ваша королевская битва, а сейчас это просто повторение старого, но по факту, это же не повторение старого, по факту, у нас действительно есть не только вымершие жанры, но и новые появившиеся, не только вымершие механики, но и новые появившиеся, частично это стало возможным благодаря техническим, какой-то техническому росту, да, но зачастую, это же не только технический рост, зачастую это видоизменившийся мир, видоизменившийся контекст, а в конце концов просто геймдизайнеры, которые вырастают на костях геймдизайна прошлого, и берут что-то, видоизменяют, и учатся вот на этих вот археологических останках, и так далее, я все-таки довольно далек от того, чтобы сказать, вот раньше были игры, а сейчас совсем все не то, вот, я могу сказать, что я, допустим, становлюсь старым, и старое, мне кажется, уже каким-то более любимым, а новым, в новом разбираться, может быть, не очень хочется, я могу сказать, что, да, игроделы ориентируются на несколько иную публику, то есть представителем, которой я уже не являюсь, и поэтому, мне кажется, что все игры делают не для меня, но это не значит, что сейчас плохо, вот, примерно как-то вот это я хотел сказать, может быть, не до конца получилось, но тем не менее. Возможно, ну, я же все время высказывал свое личное субъективное мнение. Ой, да нет, я же ни в коем случае не хочу там тебе что-то плохое сказать. Я же про это и говорю. Просто есть у меня... То есть, естественно, что если вот именно рассматриваясь, то есть, с общей точки зрения, я, естественно, не прав. То есть, я очень много утрирую, очень много, понимаешь, такие, но, ребят... ты сам предложил поспорить. Ну, как бы не спорить, я пытался это, скорее, пытался вызвать тебя на... вот ты на... объяснил, что... Вот я попручал, ради этого все затевалось. Ну, что-то все называлось все как есть, и то, что я не прав, как бы заткнулся, посыпал голову. Я посыпаю, ухожу в сторону, молчу, все-таки заткнулся. Ну, остаюсь при своем. То есть, по большей части, ребят, ну, серьезно, вот человек, который со временем, действительно, вот тем сильно его увлекся играми, я могу сказать, что... почти все, что мы сейчас видим, ну, ладно, не мы, я, то, что вижу, я все-таки акцентирую, что по большей части на... Нет, безусловно, просто я всегда за то, чтобы называть все своими именами, потому что... тебе это очевидно, я догадываюсь. определенный жанр игры, они меня интересуют. Меня никогда не интересовали спорт-симуляторы. Да, да. Вот из разряда совсем. Понимаю, Довольно холодно я всегда относился к файтингам. Если честно, вообще холодно относился. Это поэтому ты мне уговоришь, увлекало внимание вселенной Street Fight, ой, Mortal Kombat. То есть, вот из разряда, да, классные персонажи, сеттинг офигенный, когда он еще был второй, третий. Так. Я такой, ого, прикольно! А потом еще выходило несколько классных игр, с которыми мы играли в кооперативе с тем. Ого. Те же самые Shaolin Box. Так. То есть, да, но после этого, ну, серьезно, сколько уже? Сейчас 11-ая выходит часть. Да, 11-ую заявили. Да. Вот это вот, вот все, вот честно, после Shaolin Box, очень серьезно, вот все настолько мимо меня, ребят, настолько мне перестали нравиться персонажи, что я такой, нет, верните мы их раздавим. Как бы дальше не взывали. О, так у тебя их никто не отнимал. Я вот про то и говорю, вот именно, вот у меня останется мой старый вот Mortal Kombat 3 Ultimate. Чем вам так нравится Ultimate? Я не понимаю. Ну вот, серьезно, чем вам нравится Ultimate? Там был этот Smoke и Upseibot. Smoke был в третьей части, Upseibot был во второй, а в третьей части Upseibot абсолютно поломанный. Да, но Upseibot он офигенный, как этот, мрачный тот тип, которого прислали следить вообще за всем. Пазглот. Так, ну погоди, 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 давай доковыряем, уж раз мы начали тему, которую я знаю. Вот, что такое Noob Saibot в Mortal Kombat? Сколько помню, в третьей он был послан старыми богами, чтобы присматривать за турнир. Сколько помню, в третьей его не было. Ну, в Ultimate, в Ultimate. Ну, смотри, два момента. Я сейчас, опять-таки, не хочу, чтобы показалось, будто бы я прям совсем избурчался, но берем, значит, третий Mortal Kombat, в котором не было Noob Saibot. Берем Mortal Kombat 3 Ultimate, в котором появился Noob Saibot вместе с миллионом других персонажей, которых сжали в один комок, вырезали из игры все, что могли вырезать, ради того, чтобы поместился весь этот капустник. Что из тебя представлял Noob Saibot в этой части? Это была просто тень, по-моему, Кэна, я не помню, если честно, или кого-то из тех линквейских ниндзя, которых изображал Джон Турк, на которого по-быстрому повесили несколько очень простых имбалансных ударов, и которому дали, помимо прочего, простейшую четырехударную комбу Наганаганаганага, которая убивала всех. В результате нового он ничего не принес, суперудары у него выглядели хоть и интересно, но на скорую руку, персонаж был совершенно имбалансным, да и, в общем-то, все. Ну, то есть, я понимаю, что им было фаново играть, особенно, если ты не очень в игре шаришь и так далее, я просто не очень понимаю, наверное, вот эту вот любовь именно к Ultimate версии третьего Mortal Kombat, а сейчас постараюсь объяснить, почему. Смотри, как это было? Третий Mortal Kombat вышел, всем все показал, он был молодец, там, и с технической точки зрения, и по сюжету, и так далее. Вот, и он был той игрой, которую, ну, создатели хотели сделать. Потом возник запрос, ну, который был, в общем-то, всегда от игроков из серии, что хотим еще. Вот, они подумали-подумали, и сделали вот эту вот аркадную версию расширенного Mortal Kombat, который третьего, который назвали Mortal Kombat Ultimate для аркад, позднее его перенесли на консоли, правда, с потерями, там, где-то персонажа потеряли, где-то ряд фонов вырезали, анимации и так далее. Ну, просто потому, что объем картриджа, как минимум, не тянул. Вот, но, что собой представлял этот MK Ultimate? Это тот же самый третий Mortal Kombat, в который просто накидали, ну, мне кажется, довольно-таки халатурно наделанных новых героев. Ну, новых я имею в виду для третьей части новых. И рескинов старых поперемешали это все. Кучу довольно топорной анимации, которая была по-бырому сделана, куча анимации, которая сшита из кусков другой анимации. Вот, в случае с консолями, о которых обычно люди вспоминают, еще по вырезанной всего на свете. То есть, если третий Mortal Kombat был, как мне представляется, таким лакшери продуктом, в котором все продумано и все круто, все на своих местах, то Ultimate выглядит таким кадавром, в котором, причем в том числе и в сюжете, да, то есть там же просто для галочки все эти биоскрины уже были написаны, просто оправдывающие наличие там очередного Саб-Зиро, очередного Нуба Сейбота и всех прочих героев. Вот, в которого накидали много всего очень сильно на скорую руку, и я не могу сказать, что я недолюбливаю третий Mortal Kombat версии Ultimate, но он мне всегда казался, ну, может, я не прав здесь, игрой, ну, во-первых, не настоящий, а во-вторых, очень напоминающий какой-то вот фанатский мод, в который просто о-о-о-о, хочу, чтобы слоники бегали и побежали слоники. Там же даже с добиваниями. То есть, Бруталити очень крутая тема, на самом деле, мне прям нравится, да, но вот много чего накидали, вот, всякого ненужного, глупого, странного, вот лишь бы было. Вот лишь бы было, это для меня третий Mortal Kombat, который в Ultimate версии. Какое-то, не то чтобы надругательство над оригиналом, но в каком-то смысле вот немножечко его опошляющим, что ли. С другой стороны, я понимаю, что с точки зрения ребенка, которым им, ну, мы все тогда были детьми, да, это все-таки, ну, условно 20 персонажей это больше, чем 10, и поэтому круто. Вот как-то так. Тем более, ну, для файтинга, да, для файтинга критическое количество персонажей. Вот, но, тем не менее, я постоянно и всюду встречаю мнение о том, что вот МК3U Ultimate, он вот типа настоящий, правильный и завершенный, а трешечка типа вот как будто и то ли ее не было, то ли она вот недокачественная, то ли, ну, что я, как бы так сказать, как будто она стала ненужной с появлением Ultimate. Знаешь, вот есть издание Игрогода со всеми аддонами, ну, как сейчас принято, вот, и есть типа ванилька, которая, которая еще не пропаченная какая-то вся, вот и так далее. И вот якобы МК3U это вот такая не пропаченная ванилька, а UltimateU UltimateU это вот наконец-то финальный нафаршированный продукт. Но у меня вот все-таки отношения вот крайне противоположные. Что Юшечка и Трилоджи это вот вот фанмоды какие-то недотестенные, а Трешечка это все-таки вот игра, как она задумана была. Вот такие мысли. Прием. Ну, мы выслушали твое мнение. Ну, мы здесь для этого... Ну, мы слышали мое мнение. Понимаешь, мне вот в игре привлекло это. Мне все остальное вот настолько по барабану. Я, скажем, именно вот думал в этот момент типа, вау, как все круто там вот мне вселенная заинтересовала. Там есть непобедимые злодеи, есть герои, которые сражаются за землю. Есть вообще непонятно, что нам намешано. Мне тогда это казалось дико круто. Ну, да и сейчас в принципе оно меня частично привлекает. то есть я просто объяснил почему. Что вот для меня вот файтинги по большей части проходили из разряда ну, где-то там. Да, вокруг меня все играли в Tekken. Сначала второй, потом и, соответственно, третий. Ну, блин, ребята. только ты, это в первую очередь я играл, так что, в общем-то, кому ты рассказываешь. Там Данила был, там Паша был, там еще все остальные были, Денис всякий. Не только ты в смысле играл. Ну, я имею в виду, что мне можешь не рассказывать, я как бы сам был частью тех людей, которые вокруг тебя играли в Tekken. И? К чему-то это? Я про то, что для меня все-таки больше сказали именно другие. Я вот говорю, что для меня вот шутеры, вот, как от первого, третьего лица привлекают, только мир заинтересовал, Виталя будет играть. Что-то в нем интересное было, что-то зацепило, буду играть. Меня бы вообще хал оставило посадить, блин, Мастер Чиф и Нобл 6. Блин, наше все, ребята, ну, как без этого. Gears of War, ребята, там есть Маркус Феникс, все остальное вообще параллельно. Там есть еще, а потом еще, как бы для себя нашел то, что в Gears of War есть офигенный вообще сеттинг, который очень сильно отзывается с киберпанком, ну, не киберпанком, танком, все равно, со стимпанком. То есть, архитектура, там вот эти всевозможные вот эти вот мелочи в талях, они классные, плюс еще огромное количество действительно сцепляющих сцен, то есть, герсы зашли. Ну, шутеры, я скажем так, ну, честно, ну, нет. Да нет, понятно. от первого лица, да, я как бы, ну, типа, есть Half-Life, первый прошел, но только потому, что по большей части головоломка и именно там интересная история. К примеру, так? Плюс все, которые шутеры проходил, они в первую очередь меня должны были заиментировать именно с сюжетной либо геймплейной составляющей. Ладно, просто, вот, недавно вспоминалось, вот Shadow Warrior первый, который, помнишь, переиздание-то было, современное-то. Современное? Ну, да, не старое, которое на движке, еще Дюка Ньюки, мы на этом. Ну, да, я понял. Ну, блин, ну, прикольно же, то есть, необычно, ярко-красочно, и персонаж такой, как бы, слегка-то, сукин сын, но, тем не менее, наш сукин сын. То есть, да, как бы, первую часть прошел, второй вот, недавно купил, широкими. То есть, Unreal в свое время, да, довольно хардкорный шутер, по старым канонам, но с кучей-кучей нововведений, и, блин, все-таки, атмосфера, музыка, то есть, архитектура, вообще, то, как ты оказываешься на этой планете, бывший зэк. Блин, Unreal, первый наше все. Все, что после него выходило, подмарка, это, вот, вообще не то, из разряда, то есть, не то, что не то. А, ребята, вы поганите. Все. Второй Unreal, убожество, полное бесподобное. Турнаменты, они слишком уж совсем отдельные. Там были офигенно мощные, хардкорные эти, боты, но не более того. То есть, мультиплеерные шутеры, как бы, честно говоря, сингловые, да, где можно побродить, посмотреть, там, засунуть свой нос, поискать секреты, наткнуться на какие-то детали, а там, когда, извиняюсь, скажешь, там, может присесть просто, и заинтересованно тыкать своими клинками в какой-то только что убитого персонажа, который он убил, потому что ему было скучно. А там такие скрипты были в первом Unreal. Это прикольно. Или, например, он убивает тебя, идет сценка, он пытается отпилить тебе бушку. Иногда это у него не получается. Он расстроенно пинает землю ногой и уходит. Причем, по нему видно, что он очень сильно расстроен. Ну, ребята, вот это вот мелочи, это офигенно. Это был первый Unreal. То есть, для меня это, скажем, тоже из-за разряда десятка лучших игр, и все. Там уже никто ничего не поспорит. То есть, у меня уже был специфичный кругозор, интересы по играм были. Кругозор интересов. В стратегии я очень долго не влезал, потому что из-за разряда ну и мое, выделять рамочкой. Да, прошел вторую дюн, еще на сене. Да, когда на первой Соньке по Исланке сдавался этот Redhaler до комнаты конкера, да, я поиграл. Потому что это, дескать, было модно. А потом, ну, честно, RTS и я такой все-таки, ой, вообще не мое. Ну, а потом для себя открыл вот эти вот, как сейчас называют, 4X игры, да? Глобальные стратегии ты имеешь в виду? Да, 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 плюс исторические стратегии от тех же самых парадоксов. Вот это мне зашло. То же самое, а первый я из этих игр был мастер Офарион 2. Из 4X. Почему они 4X, непонятно? Там была история, я сейчас, наверное, тебе не сразу смогу ответить. если я не ошибаюсь, подожди, там 4X, потому что основным принципом сформулированным глобальных стратегий является 4 слова, explore, exterminate, ну, вот это вот, что там, развивайся, находи, изучай, завоевывай, и там, чего-то еще. Просто стратегия, стратегия совсем не мой жанр, я наизусть это не помню. И во всех этих словах есть одна общая буква X, которую, собственно, и вывели как главную. То есть буква X равна этим четырем словам. Поэтому это стратегия 4X, explore, exterminate, ну, вот это вот все, да? Это, как правило, 3F, там, find it, fuck it, forget it, да? В таком духе. Наверное, не стоило про это правило вспоминать. Вот, в общем, именно поэтому, это даже не официальное название, но оно хорошо прижилось. То есть, в русском языке прижилась именно глобальная стратегия, потому что у нас вот эта вот игра слов, она не повторяется. Хотя есть варианты, есть варианты, при которых все слова подобраны правильным образом. Но тем не менее, все-таки глобальная стратегия это привычный нам журналистский термин, назовем это так. Сейчас можем даже вот так вот глянуть. Вид компьютерных стратегических игр, в которых игрок принимает участие в целом периоде мировой истории, управляя государством, при этом игра учитывает различные факторы развития государства экономически, военно, культурно, социально и политически. Строго говоря, не существует единого понимания термина глобальная стратегия, и при этом выделение этого жанра характерно для русскоязычных специалистов. На западе игры, рассматриваемые как глобальные стратегии, относятся к двум другим жанрам. 4Х, в которые включаются игры, подобные Civilization, Master of Orion и так далее, и Grand Strategy, например, исторические игры, выпускаемые шведской компанией Paradox Entertainment. Понял? Так что ты любишь не 4Х, а Grand Strategy. Вот, и рассматриваемые как подвид Wargames внезапно. И есть мнение, что такое разделение спорно, поскольку у первых и вторых игр немало общего друг с другом. И если мы перейдем в 4Х, то это у нас вот они, пожалуйста, те самые 4 слова. Explore, то есть изучение, исследование мира. Expand, расширение всего на свете, то есть увеличение своей военной силы, увеличение своего присутствия, оборота и так далее. Exploit, то есть нахождение тонких, ну, слабых точек, которые можно использовать. в качестве противника, то есть воздействие на противника через его слабости. Возможно, это будет иметь еще какие-то дополнительные значения, но повторюсь, это не мой жанр. Вот, и exterminate, собственно, военное измерение. Википедия предлагает их рассматривать как изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение. Вот, и я впервые, термин был введен Алленом Эмрихом в сентябре 93-го, что ты знал? При анонсировании мастеров в Орион в журнале Computer Gaming World. Впоследствии термин был адаптирован для описания похожих по своему концепту игр. Ну и дальше мы не будем вдаваться, как бы, надо, надо, можно посмотреть. Вот такая история. Алло, алло. Ну, что сказать? Что-нибудь? Ох. Все, устал? Да нет, скорее всего. Просто, говорю, необычно вот это все было. В каком плане? Представляй. Ну, как сказать? Вот сейчас, вот когда сидишь, да, с работы приходишь, времени немного. Воскресенье. В воскресенье, ты говоришь, с работы приходишь? Или ты имеешь чтобы вообще в целом, не прямо сейчас? В целом. То есть, с работы приходишь. У меня, например, сейчас времени мягко... Ну, как у всех, да. Ну, запустил танки, покатался пару боев. Steam до сих пор показывает, что в них. Ой, Steam, Discord. А это мы есть. Там у меня свернуты. Божечки мои, охота тебе обогревать квартиру танками. Пусть. У меня-то 52 есть теперь. Что, прости? 52. Ладно. Сегодня даже продают Ёлку Еван. Прости, я... Прости, номер 2. Что? Ёлку? Что? Ёлка Еван. А, чем он? Там, один из самых мелких танков игры с очень необычной башней. Плоха полная. В цветлях, как бы, идеальный. На данный момент. Естественно, премиум восьмого уровня за бешеные деньги. А, за бешеные деньги. Нет, тогда без меня. Абсолютно. Да и без меня тоже. Но, сегодня четырехкратный опыт. Ага. Ты, ты меня пытаешься заманить, что ли? Я не понял, Да уже, что происходит. Так, а по поводу, ну, что сказать. Ну, проигрывалось ли так проходиться? То есть, все-таки найдется действительно игры, которые, ну, запомнились. Слушай, ну, я, которые... я просто напомню, что в нашем чудном списке, который мы пытаемся выделить, все еще два пункта. Самая первая, предположительно, первая, которая все-таки прошла до конца, ну, и вот у меня еще тоже в качестве черновика записаны гештальты. Собственно, Last Ninja 2, помнишь, о котором я, ну, называл свой гештальт игровой из тех времен, еще, за X-спектромовских. Я сейчас нашел с одной стороны о ней информацию, вот, а с другой стороны, ну, саму игру в эмулированном виде. И, да, все-таки могу ответить наконец на вопрос, там, скольки, почти 30-летней давности. Да, действительно, те версии Last Ninja 2, которые были у меня на кассетах за X-спектрома, они то ли были багованы, то ли у меня не было какой-то периферии для их управления. Потому что, помнишь, опять-таки, я говорил, что у меня работала только одна кнопка, которая даже не управляет персонажем, управляет локацией. Вот, я сейчас посмотрел, и, да, действительно, персонажем можно было управлять. Ну, я тебя скидывал там видео. Вот, на самом деле, я удивился, насколько игра круто выглядит. Она не выглядит интересной, но она выглядит крутой. Вот, да, прямое управление персонажем, по изометрии. На ZX вообще, кстати, было очень много изометрических игр, и мне в каком-то смысле, наверное, даже жаль, что вот эта вот традиция, она исчезла. Она была неудобная в плане управления, да, потому что ты жмешь вниз, а бежишь по диагонали, жмешь вправо, и бежишь все равно по диагонали, только по другой, ну и так далее. Хотя вот сейчас на аналоговых жестиках, наверное, можно сказать, что все игры стали изометрическими. Вот, ну вот это вот, так называемая перспектива, 3,5, точнее, 2,5D, так называемая. Вот, и, да, они, такие игры, на спектруме были довольно красивые, потому что игры слева направо, платформеры, которых, наверное, была, ну, большая такая, весомая часть TheX-овой библиотеки, они все-таки выглядели недостаточно реалистично, что ли, ну, за исключением каких-то намеренно реалистичных игр, типа там, After War и так далее. Вот, были игры сугубо топ-дауны, то есть, чаще всего шутеры, чаще всего авиационные, какие-нибудь там самолетики, типа Tomcat, где-то там, либо летишь снизу вверх, либо вот, как в случае с R-Type-ом и Z-Nex-ом этим твоим, или, как он там назывался, слева направо, вот, а были игры изометрические, которые именно благодаря вот этому появившемуся, появляющемуся, точнее, в изометрии объему, воспринимались как-то более художественно. И вот Glass Ninja 2, я вот сейчас смотрю на видео, он для TheX-а выглядит как-то прям слишком хорошо. Вот, если бы тут не было еще таких вот затянутых, скучных поединков, то, короче, когда мы с тобой пойдем по гештальтам, а мы когда-нибудь, если успеем дожить, до этого блока своего дня, все-таки пойдем, я бы в нее поиграл, потому что мне нравится, как она выглядит, я готов терпеть ее идиотизм. Он тут оружие разное берет, и вообще вот это вот прям выглядит как будто, не знаю, какой-то клевый телесериал по черно-белому телевизору. Мне прям, мне прям нравится. И вот, а теперь представь, как я ребенком на это смотрел, потому что у тебя за икс, ты привык к определенному качеству графики в играх. Вот весьма определенному. И ты запускаешь игру, а ты очень любишь всю ниндзя эстетику и так далее. Она выглядит вот реально как кино. Такое, знаешь, ну, скорее, как ожившие газетные фотографии, наверное, вот так можно сказать. То есть она черно-белая, она очень зернистая, но при этом... Вот помнишь, какой эффект был от «Принца Персии», вот когда вот этот вот эффект стробоскопии начали впервые применять в играх, когда вроде бы графика очень простая, с заливками, даже там без особых теней и так далее, но именно за счет реалистичных движений у тебя мозг прям верит в то, что это чуть ли не видеосъемка. Вот. И вот «Лос Нинджи» как-то вот похожий эффект дает, но задолго до «Принца Персии». И явно там этот эффект не применялся, просто вот, я не знаю, за счет чего он сделан. Видимо, художник, который занимался анимацией, прямо вот очень сильно заморочился. По фотографиям он, может быть, все фазы делал, может, еще как-то. Я к чему? Я к тому, что у нас, наверное, у всех, хотя вот у тебя, может быть, и нет. А вот у меня точно полно гештальтов и серии игры, про которые ты где-нибудь читал и мечтал, как ты в них поиграешь, но так и не смог. Ну, не было такой консоли. Там она устарела раньше, чем ты ее нашел. Или там даже ты ее нашел, но просто что-то как-то рунки не нашли. Ну, бывает же такое, да? Вот. И в этом длинном для меня списке The Last Ninja 2 она особое место имеет именно благодаря тому, что это единственная игра на спектруме, которую я не смог расколоть, понять, что в ней делать и так далее. Сейчас я, слава богу, вижу, что у меня просто, как говорится, игра была сломанная. Персонажем там действительно можно было управлять, но по каким-то непонятным причинам мне игра не давала этого сделать. И я мог смотреть вот только на первые экраны вот этой вот статики и крутить лицом. То есть я мог крутить ниндзю, кстати, я вспомнил, я нашел вот эти вот кнопки тоже, но я не мог заставить его пойти, побежать. Поэтому я не мог никуда вообще сойти. То есть игра у меня вроде бы работающая была, но поделать я с ней ничего не мог. На других кассетах нигде я ее не находил. Поэтому у меня вот осталось вот такое вот... Блин, он ударил палкой по лодке и лодка поплыла, она офигеть. То есть она еще и квест. Вот. И то есть у меня вот за эти почти, как я говорил, 30 лет она обросла уже каким-то вот невероятным не знаю, вот этим вот флером в голове о том, какая бы она могла быть. Я понимаю, что тут достаточно включить чужое прохождение, посмотреть и освободиться от этого времени. Но мне назло этого не хотелось. Это ты нам включил, да? Наконец. Вот. Но мне бы этого не хотелось, потому что это вот как-то вот так. То есть когда-нибудь я просто... Ну, как когда-нибудь. Это можно сделать в любой момент. Просто, ну, когда мы с тобой захотим, наконец, закончим список нужного и захотим просто пройтись по старым играм, которые для нас были важны, вот, она у меня точно будет в списке, потому что это будет новая для меня игра, которую я в свое время ребенком недополучил. Вот, как-то так. Хотя, поединки здесь, конечно, безумные. Мне кажется, их надо избегать. Слишком долго. По пять минут они стоят, а друг другу одним ударом пинают. Какой ты ниндзя, если пять минут полицейского пинаешь? Высказался я, вот. Блин, а что-то вспоминается вот из-за разряда вот этого... Как он там? Как его звали-то? Ниндзя этот? Ниндзя этот? Черепаха? Котенок? Нет. Ты сейчас как она играет? Ну, власть ниндзя ту. Причем, я даже до сих пор не знаю, была ли первая часть. Мне хочется вспоминать еще одна похожая игрушка. Помнишь? Блэк Даллия. Как? Блэк Дахлия. Нет, я, если честно, даже не могу припомнить такого названия. Это на чем? На... На... На спектруми должна быть, на PC точно была. И, по-моему, даже на Нессе. Ну, давай поищем. Блэк Даллия, на... Перезавич еще не забывай. Ну, да, но я что-то... Я как-то больше напарываюсь на какие-то древние клипы и музыку. Напиши мне в Дискорде, как она правильно пишется. Может быть, я просто... Ну, не хорош в том, чтобы на слух понять. не забывай. потому что эти девчонки уже скоро мои вернутся возможно надо будет их кормить все сам не можно я говорил нет как-то по-другому я вообще другую игру вспомнил далее это же квест был вообще написи там тоже название было какого-то экзотического цветка тоже подожди я сейчас вспомнил а а по поводу очень красивый рпг на сонке это было вагранстория так подожди вагранстория безусловно и как и всякий вменяемый человек хорошо знаю но к чему ты и вспомнил а вот там было офигенный как бы и боевая графика и внутриигровая это правда это правда но блин ты это первая playstation там уже совсем по-другому все было но в плане из другого того что вообще из руками выходила на а мы скажем так на другом качестве на уровне я кстати очень хочу в нее поиграть потому что мне в свое время ее прохождение очень сильно испортила то что эту игру у нас какое-то время продавали как бы так это сказать поломано с бесконечным радиусом любого оружия и по моему с бесконечным же как это сказать вот этот момент я уже не помню могу врать но как-то память такое подкидывает как будто любое оружие которое это поднимал даже самый первый кинжал обладала всеми максимальными характеристиками и это настолько как-то все ломало вот ощущение от нее что я в нее играть не смог за поставил себе галочку что она круто выглядит что надо когда-нибудь когда-нибудь и вот когда-нибудь так и висит да это один из моих бесконечных гештайтов у меня просто огромное количество я тебе там например то же самое валькирию постоянно припоминаю и так далее так что да главное чтобы на это время было желание и уж конкретные игры найти вообще не проблем она была необычная куда она была и той игрой которая лично для меня закрепила то что файл фэнтези наконец-то укрепилась в одном мире ну подожди это ивались правильно это ивались это файл фэнтези тактикс ну что значит закрепилась несколько через 400 после событий тактикс да несколько игр в этом мире причем не только тактикс там по моему то ли 12 финалка в этом все это полу первая игра которая скверсофт именно в одну и ту же вселенную ну если не считать всякие буквы хотя да ну я думаю можно нарыть но я понял как минимум что это ну такое оно тогда удивляло это тебе не файл фэнтези 13 1 13 2 10 10 ну десяток было хотя бы всего три по моему если зодиак 3 ну 10 10 2 10 2 по моему зодиак систем что-то такое вот но это там это не отдельная была часть а вот очередные дополненные перезнания mortal kombat 3 ultimate и вот это все зарядка какая что-то хотел рассказать не стоять боятся стою боюсь а помнишь еще эти игрушки-то были там серии там никецу ну ты сейчас меня триггер нёшь и про никецу я могу долго говорить хотя про него в общем-то ну так блин вспомни вообще взрыв мозга боевые игры баскетбол с отрыванием кольца и втыкание его врагу да 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 кстати в них бы разобраться по-хорошему ну то есть тогда мы играли вот что так же как бета-тестеры да ничего не зная просто как пойдет вот сейчас по идее наверное уже можно найти все гайды и все такое но мы же получается так ни разу в них и не сыграли так как нужно да так как игра была задумана так что да это было бы интересно у меня даже там по моему на стиме еще на чем-то ну да у меня остались очень хорошие впечатления об играх серии никецу поэтому я на всем подряд их своевременно покупал о том же самом стиме у меня какие-то есть тут недавно мне что-то выскочило из головы название компании которые их сидел это же технос джпн да ну вот они тут недавно что-то тоже начали пересдавать старые части делать какие-то новые довольно дешевые там внутри ds выходила какая-то неплохая не там они кицу и так далее вот но по факту надо найти некоторые играть именно у них но мы с тобой же не так давно ну как пять наверное назад проходили одну из акуня кунов на 16 битах и вторую довольно долго тыкали полдня но что-то не знаю там были обалденные боти и совсем недавно я тебя все-таки сподобил поиграть в реверсити рансом андеграунд со мной мы даже начали даже стрим у нас вроде было или не было не помню был был вот но да там надо всерьез садиться ну и да и это уже не технос джапан это канадцы делают так и они делают по лицензии по честному со всем соблюдением прав и так далее но вот свой отдельный в бок все ты выдохся я ищу не станут что-то и что все тоже ну да я сейчас я должен спорить то уж нет что-то собака так зацепила почему ищутся в названии ну так бывает сейчас иногда тоже у меня даже более того у меня бывает такое что закрепились какие-то уже детские что ли названия не совсем правильные и вот первыми в памяти всплывают именно они а реальные куда-то так ускользают потому что ну с ними не связано каких-то воспоминаний и прочего ну вспоминай вспоминай давай сейчас подойду ну как вспоминай еще эх ты блин план если было 6 мегаминов карл 6 ну и что оперативно них издавали ночью бы нет ты лучше скажи что ты ищешь почему и вообще об этом расскажи во всем бог с ним с названием о чем речь я найду сейчас скинул я ищу там была тоже игрушка который на самом деле дикий мощный квест и играл за ниндзю в нью-йорке по моему расследовал какой-то мрачный там убийство не заметили конечно вид сбоку но блин именно квест был квест про ниндзю слушай это прям слом шаблонов не пускал я смогу подожди недавно только узнал почему с тобой проходили power blade до с ленином в конце ленина в конце самый ха-ха знаешь чем ну что долгое время считал что дескать сделали американцы а потом японцы сделали супер дефорт версию была там такая версия которая звала power blazer если я не ошибаюсь а нет я путаю с другой игрой очень похожий очень крутой надо мне поиграть мне в детстве она почти не выпадалась которая так в общем изначально был power blazer глючный и мало играбельный линейный американцы подтянули пояса заменили супер девочка на то брутального блондина ввели систему прокачки ввели многослойные уровни ввели свою музыку ввели новых боссов и оказалось что переделанная игрушка компании помощи четырех человек казалось на порядок круче чем было изначально и именно ее назвали вторую часть нет она первая изначально был power blazer потом на американском рынке переиздана как power blade и был power blade 2 который если честно ну он немного не такой но именно его ты любишь первую часть power blade да он офигенен я думал вторую не 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 2 тоже хорошо но именно power бой на power blade наши все так погоди ты имеешь ввиду она называется power blazer вот эту вот игру который те скинул да 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 но она прям совсем мультяшная ведь да 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 она мультяшная там нету как такого очки и тогда этого подобное просто нам больше на мегамена похоже на нинджа катс чисто по внешнему верю да а вот американцы и переделали сделали довольно таки брутальным интересным и музыка там довольно таки невнятную американцев там саундтрек реально офигенный то есть наше все плюс то у них там есть прыгающий терминатор с два этажа на два этажа выше тебя там есть ленин который стреляет тебе по моему она по умолчанию круче ну блин если честно вот этот самый blaze мне кажется каким-то более нинтендовский ну смысле дэнди скам 8-битным в том плане что платформер про какого-то там фурика в каске который что-то бегает прыгает кидаются бумерангами а вот когда я power blade включаю у меня сразу как бы так сказать начинает представляться сугубо американщина вот это причем в каком-то таком ретро-футуристическом мире там как будто верховен снимал знаешь там не рыбакопа вот какие-нибудь более трешовые вещи там фьючер копс какие-нибудь и так далее просто я имею ввиду что мне стилистические тигры вообще очень сильно различаются прямо они отличаются из-за этого в голове даже как будто вот они каким-то разным жанром принадлежат ну да это безумная история прям вообще я сейчас вижу да что в принципе размер который спрайт занимает более-менее совпадает и геймплей в общем-то ну относительно знакомый но вот выглядит знаешь как будто из марио терминатора сделали какие-то пушки как какой-то вот этот вот научно-фантастический фантастический вот этот антураж причем такой вот олдовый внутри-то футуризм 80-х поищи еще игрушку на нес артропикс в одно слово пишется как артропикс артропикс ну просто это незнакомое мне слово я знаю это малоизвестная игрушка есть такая удивление подожди старт ропикс да я просто не скоро все эти несколько раз я услышал там окей на самом деле по ней что-то мне даже не я нашла не полу популярность естественно ли готов зельда ну блин сама поливая со своим как бы сеттингом со своими там головоломками сюжетом и так далее сейчас немножко не это видео которое нужно было открыл ну вот допустим вот так сейчас посмотрю а ну это вот классический вид сверху да 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 и почему ты вдруг я вспомнил и захотел мне она классная она вышла под самые завершение нес и у нее была вторая часть которая была готова но потому что она закрылся и не упустили потом несколько перехватили и пересдали то есть игр которые на самом деле переиздали что значит на чем мне можно поиграть во вторую часть на нессе эмуляторах она точно есть старт ропикс 2 ну на эмуляторах что только не нужно не эмуляторах а в ромах что только нет но я понял ну вот это вот насколько я вижу по геймплею это же вроде бы то что выросло из зельды да 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 но она вполне самобытная то есть играется отдельно как бы со своими так потому что свое время зельду кто только и где на чем не копировал ну да да она прямо популярность хорошего взяла и надо было свой кусок пирога урывать всем ладно ну что-то племок сбей нес свордs and serpents трилогия но тем не менее ты рекламу видел ну как бы да нет а это там же был дэта дэв tentacles классический квест от господи от лука с арцитом давай рекламу посмотрим насчет 3 со мной 1 2 3 и и а и и и и и и и и Не, ну так-то вполне офигенная, полноценная RPG, всё как надо объяснить. Я б купил, прям RPG. А, ну да, это уже... Это RPG полноценная, с исследованием. В духе вот этих вот, как это там, AFB-холдер и так далее. То есть с отдельным экраном, с видом из глаз. Да, я тебе больше скажу. Игры, которые выходили на PC в то время, эти RPG, они выходили на NES. Я знаю. Визардря, третья и четвёртая точно были на NES. Я знаю, знаю. А, третья, четвёртая и пятая. Да, так и есть. Я тебе больше скажу. На Heroes of Might and Magic на Game Boy были. Не Heroes, там, по-моему, этот, Kings Bounty был. Heroes и Heroes. А теперь найди ещё, пожалуйста, на NES такую малозабываемую игру, как Shutterhand. Shutter или Shattered? Shutterhand, в одно слово. Что ж это такие игры? Ну, это да, это потому что я боюсь восьмибитных ролевых игр, а ты нет. Это не ролевая. Это ролевая, я вижу. Это офигенный боевик. А, это Tokyo Sheree Soulbrain, простите. Он офигенный, да. Да, да, да. Причём, опять же, переиздан американцами, он стал ещё более брутальным. Я тебе больше скажу. Это та самая игра, о которой я тебе чуть не начал рассказывать во времена, когда мы сейчас обсуждали Power Blade. Потому что, да, это действительно игра, которая изначально... Ой, там вообще очень интересная история. Я когда в Твиттере зацепился там с одним из своих подписчиков, у которого это была любимая игра детства, у неё такая странная история, это же сериал был. Это игра, которую абсолютно настолько изменили для релиза в США, что это, по сути, получились две разные игры. Да. Вот, и по этому сериалу я нашёл на Ютубе только опенинги и нашёл какие-то рекламы. То есть, я даже не смог куска посмотреть его, это там было настолько сложно. И он был по... У нас его продавали по пиратке, по-моему, как рыбакопа, кстати. Может быть. Да, 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 у меня эта игра... Причём, самое смешное, что я в своё... Она вот с этими вот рунами, не рунами, как вот сейчас там человек собирает на экране. Такие. Там была какая-то совершенно безумная классная история о том, что вот есть наверху вот эти вот три кармана, как бы, инвентаря, и ты определённые руны собираешь в определённой последовательности. И это определяет твои способности. Это вообще классная очень история. Вот. И я в детстве то ли просто мимо этой игры пробежал, ну, то есть, поиграл, ну, как бы, да и отдал картиш, то ли она мне вообще не попалась. Но, в общем, суть в том, что осознанно и долго я в неё действительно не играл. И вот она у меня вот в длинном списке тех вещей, которые я хочу как-нибудь осознанно уже сесть, немножко поиграть из вот восьмибитных игр старых. Мне, конечно, ещё очень хочется пройти до конца кикмастера, но это какая-то утопия. Но, с другой стороны, я кикмастеру посвятил немало времени при тебе же. Мы с тобой вместе играли. Да, играли. Вот. Так что какой-то вот у меня базовый гештальт закрыт. Но не до конца. Не до конца, потому что кикмастер всё-таки игра очень необычная даже для Дэнди. И чувствуется, что за ней лор гораздо больше, чем она как игра даёт. А тут фишка в том, что как бы делал-то её один человек, считай. Вот да, что ты об этом знаешь. Я даже сейчас, наверное... Делал один человек по своим наработкам. То есть вроде как стандартная вот эта вот красочная завязка, что есть принцесса, которую похитил демон. Главный герой паренёк, который нестандартный, отличается от всего вот этого рыцарского повседневного, ну, повседневного фэнтези-мири, который был популярен. Та же самое Дэйдэ. То есть у него был старший брат рыцарь, тот погибает даже до начала первого уровня. А паренёк всю жизнь посвятил искусству, учению искусства махания ногами. Сразу видно ролевушника, блин. Просишь рассказать об игре, он сюжет начинает рассказывать. Ну и, соответственно, вот парень, он расписал. Причём там, сколько помню, его там трепали, он рассказывал. Там каждому монстру посвящена чуть ли не глава. То есть откуда он вылез, почему он связался с ним, почему он сражается на стороне тёмного лорда. Глава чего? Он расписывал, там его в интернете в своё время ловили. А, то есть ты имеешь в виду, что фанаты из него вытаскивали это в каких-то статьях, в блогах и так далее. Потому что я же помню, что когда мы запустили игру, та заставка, которая есть в игре, она не даёт вообще ничего. Мы знаем только, чтобы... Вообще ничего? Женщины похитили всё как обычно. Есть некий вот этот вот экран с простынью текста, который тоже слишком маленький для того, чтобы что-то дать. А дальше всё, ты просто имеешь дело с последствиями. Ты идёшь слева направо и метроэльбанишь. Да. Вот, но при этом ты мне говоришь... А вот у него там целая вот эта вот есть вселенная, расписанная, где они вот это вот всё происходят, почему там вот эти монстры встречаются, почему он появился-то здесь, откуда он взялся, почему он именно такует, какого хрена он попёрся вообще на лодку, ну, на корабль, миссия на корабле. Ты это знаешь, ответ это? Я пытался зачитать, это настолько вот мимо меня, там настолько вот именно фэнтези упёртое... Блин, я не знаю, он как Клод себя, что ли, создал этого героя, там настолько вот всё на него так завязано, там настолько вот самолюбование начинается. Мне вот было неинтересно. То есть там и Тёмный Лорд перед ним голову склонил, его отпустил, там и, блин, и пара демонов там с ним даже не стала, сразу признали свою... Там настолько этот... Как мне показалось, этот... Супергерой неуязвимый и непобедимый, вот всячески. Принц Брисполь, без страха и упрёка. Он с принцессой даже ничего не сделал. Он её привёз, сбросил, улетел. А что с ней надо было сделать? Блин, полцарса за принцессу, вперёд! Так полцарса за принцессу или всё-таки консумировать брак? Это как бы... А фишка в том, что его даже это не было... Его это не интересует. Вот. Я просто к тому, что у игры какой-то очень богатый, скрытый совершенно за пределами игры бэкграунд, о котором я, например, в своё время не знал ничего. Вот. И у меня... А до сих пор никто подъяснился. С нынешнего лета, когда я в неё сел переигрывать, вот, у меня оставались только какие-то детские воспоминания, а надо понимать, что по детским воспоминаниям тяжело как-то судить об играх, потому что мы там и языка не знали, и концепции каких-то игровых не знали, и в конце концов просто память всё очень сильно искажает за столько-то лет. Вот. Поэтому что я запомнил? Я запомнил, что есть игра по виду платформер, да, слева направо, в которой преимущественно надо пинать ногами, потому что она называется кикмастер, что в ней есть магия, и в ней есть какая-то неочевидная совершенно прокачка, равно как и удары на комбинациях. Ну, опять-таки, помнишь, мы не так давно с тобой говорили, именно в рамках вот сегодняшнего разговора, что до какого-то определённого момента ты, как геймер, даже не знал о том, что в играх могут быть наборные комбинации. Ну, потому что их и не было. Вот. И вот кикмастер мне запомнился как игра с комбинациями. Вот. И я там купил NES Mini, SNES Mini, вот, и под эту лавочку там мне захотелось подновить многие воспоминания о многих играх, которые мне, как мне кажется, могут понравиться, или там понравились с детства, или я их пропустил и прочее. И вот, да, я взялся за кикмастер и могу сказать, что очень небанальная игра. Очень. Весьма такая непростая. Но тут, опять-таки, тут кому как. Кто привык к Ninja Gaiden на одной жизни пробегать, тому, наверное, и простая. А я вот на боссах дох и дох. Вот. И мне было прям удивительно от тебя узнать, что ты знаешь об этой игре много каких-то интересных штук. Нет, я именно что знаю, что там что-то есть, но сам про него я, знаешь, как-то вникать даже не под... Мне как бы привлекло вот именно то, что здесь говорит, вау, необычно. И да, там все это, типа, связано с этим персонажем было. А потом, знаешь, из-за разряда, ну да, есть, отвечать неохота. Я вот сейчас просто прохождение смотрю, взял и босса, на котором я бегал и мучился. Ну, как обычно, знаешь, на Денде. Надо знать нужную точку и знать, с каким оружием прийти и что конкретно делать. И так, тррррррррррррт, и босса нет. Сет. Бак мой лайф. В этом смысле, кстати, вот messenger, который я тебе все рекламирую, в который я как-то разочек 일ал на эфире и к которому все хочу вернуться, он во многом похож не только на ненди гайдера, но и на кик мастера. Причем во многом именно на кик мастера. Там с точки зрения прокачки, с точки зрения получения каких-то новых приемов и так далее. То есть он на Ninja Gaiden действительно похож в первую очередь стилистически, внешностью, но он выглядит как минимум в Ninja практически так же, как и у Хаябуса. Эстетика примерно та же. Но он более такой мультяшный, менее пафосный и более фэнтезийный. Что во всех этих произнесенных словах как раз нас отсылает в первую очередь к кикмастеру, а не к Ninja Gaiden. Так что я сейчас снова захотел продолжить играть в The Messenger. Кстати, тут на 2019 год на него заявили какой-то аддон тропический. Тропический. Но я еще не смотрел трейлер, я так скриншот видел. Ну скажешь как там. Ну, это услуга, коллеги. Может, до звуга вместе поиграем. Поиграем. Что-то он легко так прошел, того босса, на котором я полночи сидел. Ну, оно так и есть. Так задроты есть задроты, Филин. Ну да. Ну так иногда это... Иногда взорвешься так и начнешь считать, что тоже чего-то стоишь. Игры сложные проходили. Ну, тут да, надо понимать, что одно дело просто в целом игры, а другое дело становиться чемпионом чего-то конкретного. Ну, то есть настолько глубоко изучать и постоянно перепроходить и так далее. Вот. Ну, не суть. Просто я к тому, что Kickmaster это хороший и яркий пример вот тех игр прошлого, которые вот так с кондачка не поддаются. что там действительно надо и подразобраться, и подузнавать что-то. И тайна в них какая-то постоянная есть. И... Ну, вот есть вот это вот мнение, ну, небезосновательное, о том, что вот там с высоты там 2018 года какие-то вот ретро-игры там, ну, Нинтенд... Я даже не знаю, как назвать. Дэндиские вроде бы неправильные, Нинтендорские тоже неправильные. Восьмибитные. Вот. Которые... Ну, и что вот якобы эти игры, ты сейчас там увидишь, во-первых, они пройдутся легко, во-вторых, они и корявыми будут, они очень интересными, и балансными, и вот это всё. А начнёшь вот это вот во всё играть, и, знаешь, очень много чувств намешанного. Вот от испанского стада из серии, как так можно было делать, вот, и до какого-то очень такого прям трогательного удивления о том, что фига себе, какая концепция. То есть, я вот не знаю, я когда в трёхглазового вот этого вот мальчика, Минару и Тору, как он там, я, короче, все время забываю, такое название. Трёхглазый пацан. Шея СТО. Вот. Играл в детстве, вот, но игра довольно лёгкая, да, и поэтому её многие проходили, и многие любят её именно за то, что это на 8-ми битах одна из немногих игр, которые там можно было проследить до конца, и вот, не посмотреть, как говорится, а пройти. Вот. И она красивая, в общем-то, одна из, в общем-то, наверное, самых красивых игр того времени на Денди и так далее. Вот. И вот, я её как-то воспринимал, допустим, как должное в то время, когда она была актуальна, да, когда я был ребёнком. Сейчас я во взрослом виде в неё играю, и я вижу какие-то такие геймдизайнерские решения, которые просто офигенные, которых нет в других играх, или которые есть в других играх, но совершенно иначе интерпретированы. то есть вот люди взяли и опять-таки по лицензии совершенно, я считаю, как бы незаслуженно существующего и проходного, ну, ладно, я скажу слово аниме, но по факту это исходная манга. Аниме, я скажу это слово. Я скажу это слово. Не, ну, идея в чём? Идея в том, что это манга, причём очень известная мангаке, там, по-моему, само Судзуки это же манга, да, которая была экранизирована дважды и дважды неудачно. То есть там есть совершенно отвратительный ТВ-шник, сериал, и, в общем-то, не очень-то далеко от них ушедший авашник, кажется, или полнометражник, я уж не помню, нет, авашники, авашники. Вот, и они плохи с точки зрения рисунка, с точки зрения сценария, с точки зрения вообще всего. То есть я не знаю, зачем они существуют, потому что, как мне кажется, сама эта манга, она не настолько популярна, чтобы делать деньги на фан-базе вот таким вот образом низкокачественным продуктам. Ну, может быть, имя само Тодзука, оно настолько волшебное. Хотя... Ну, тут из разряда, что мы имеем дело с японцами, в свое время вообще был поражен, что под самый закат, что, прости? Под самый закат второй сонки выходила одна такая игрушка. Угу. Радиата сториз. Ну, да, конечно, я не знаю. Оказывается, мне готово! 8 тонов томов манги. Какой-то графический там еще этот аддон именно игровой на сонки выходил. Она, кажется, дихо популярна! Я думал, это, может, изначально была манга, потом игра. Не, нифига, сначала вышла игра, потом... Ну, такое часто происходит, но это каждый раз забавно. Но Радиата сториз, она же очень необычно выглядит, и она очень, как бы так сказать, на мой взгляд, фанообразующая, с точки... Говоря фана, я имею в виду фенов, фанатов. Да, она никогда не зайдет. что она у нас зашла очень незаметно. Она же, когда вышла, я еще в стране игр работал, и тогда это даже было в каком-то смысле удивительно. Это же, если не ошибаюсь, Сквореникс, нет? Да. Нет, это этот... Ну, это 3A, Сквореникс, это Сквореникс. 3A, который издавал Сквореникс, да. Да-да-да, 3A. И у нее, вроде бы, все есть для того, чтобы быть классным, радовать и быть очень популярным. У нее совершенно очаровательный визуальный стиль, ну, для тех времен и технически неплохо. А я тебе больше скажу. Это же World of Warcraft по стилю. В чем? Там даже не это. В чем даже не это. Там, внимание, на секундочку, 171 персонажи, который может быть в твоей команде боевой. Ну, то есть, там даже Сликона переплюнут. Сликона переплюнут. Ты тебе больше скажу? 171 боевой персонаж. Ну, ладно, согласен. Там есть два прохождения. За людей и нелюдей. И, соответственно, у тебя партия именно будет делиться. То есть, ты не можешь использовать с определенной точки игры и до определенного момента игры можешь набирать персонажа. Но с определенного момента ты либо только за людей, либо за нелюдей. То есть, всяческие гоблины, эльфы. Ну, путь Йорвита и путь Роше. Я понял. Да, да, да. А так? Я к чему? Я к тому, что я тогда уже немножечко недоумевал относительно того, почему такая офигенная игра не получила, в общем-то, никакого распространения. То есть, в России, в принципе, Radiator Stories знают только там любители жанра, назовем это так. При том, что гораздо менее какие-то заслуживающие внимания игры стали действительно, ну, не сказать, что народными, но узнаваемыми. Вот. И к своему большому студу я в Radiator Stories так нормально и не поиграл. От нее же потом какие-то еще делали воквелы, сиквелы, и вот это вот все. Но это что-то как-то уже ушло в нишу, знаешь, как с Tales of Destiny. То есть, вышла Tales of Phantasia, это Sleeping Hit, да, вышла Tales of Destiny, ну, они и знали. Вышла Tales of Eternia, вот, И был Tales of Destiny 2. Ну, она и есть Tales of Destiny 2. Вот. Ну, в каком-то смысле. Или нет? Или она ведь? Нет, именно был Tales of Destiny 2, с теми же персонажами. Eternia же, она, по-моему, в каких-то странах так и называлась Tales of Destiny 2. Но, по сути, это Tales of Eternia, отдельная игра в отдельном мире. Нет, там было именно Tales of Destiny 2, она только на японском выходила. Это было продолжение истории. У тебя только доступно было четыре старых персонажа, но Стэн и Лерон, Рутика Трея, они у тебя были изначально. Круто. Мне что-то это забылось прям. Ну вот, я к чему. И вот после Tales of Eternia Tales of перестала держать конкуренцию и ушла вот в третий ряд. То есть, у нее осталась своя маленькая верная фан-база, которая там очень ждала очередной Tales of на Gamecube. И вот на Gamecube, по-моему, как раз была последняя Tales of, которая пыталась в AAA. Вот. А потом она вот прям вот... И назад. Да нет, вот как раз на Соньке, которая выходила Tales of, легенде, по-моему. Ну, она бы выстреливала временами. Просто я имею в виду, что ее давно уже никто не ставит в первый ряд. Слушай, а я, как ее вспоминаю, это была... Это была очень знаковая игра для меня. Вот это... На Соньке я сейчас должна занять... На Сафотерни, по-моему, она была? Какая там была музыка? Какая там была офигенная английская озвучка? Ты не поверишь! Деталь, в чем мне верить? Если ты про Tales of и Тернию, то я ее как бы только что вспомнил и рассказал про нее, нет? Нет, это Тернин на второстойке, по-моему, это правда? Нет. Вот там, где главный герой, это морской пехотине с рукопр... сражающей. Че? Из меча. Фара там была? Не-не-не-не-не-не, тогда это не Тернин. Tales of и Генди, по-моему, это было. Ну, легенде, другое дело. Ну, в эти... Ну, слушай, какая она была классная. Как она сильно била по мозгам своими этими поворотами сюжетами. Причем реально била сильно. Она вроде ха-ля-ля-та-па-ля. У нас команда таких вот разголбаев собирается. Лю-лю-лю-лю. Хренакс, все очень плохо. Хренакс, все еще хуже. Хренакс, ты прошел игру, победил главного плохого? Ты не прошел игру, ты даже половины не видел. И вот вроде как главные герои закончили игру, все у них хорошо, они победили главного злодея. Мир на земле. Нифига. У каждого персонажа начинаются его темные эти стороны его личности вылезать. И там у каждого такие проблемы, что главный злодей, который полигрывает. Это такой мальчик для битья, он вообще настолько ни о чем. И начинается, что вот ты вроде уже прошел игру. Нет, это не прошел игру. Начинает заново. И у тебя вся команда на глазах начинает разваливаться. Ой, как же я такое не люблю. Ты там влюбляешься в одного персонажа, как бы такого, знаешь, дикого хиппи. Так. Ну, он такой, знаешь, вообще с дредами офигенный чувак, который любит затусить и выпить, живет там. Я дитя природы, чувак! У него офигенный есть этот напарник, дикий волк. Ну, даже не волк, а там местный такой аналог, да? Он, у него офигенные диалоги с кучей персонажей. Там, в зависимости от того, кого ты зовут, таскаешь, там еще диалоги между ними идут. Они дают себе клички друг к другу. Он там одной девчонке, блядь, ты, как он ее назвал-то? Ты Бабблс. Ну, знаешь, это, господи, как на русский перевести? Девушка, которая, знаешь, очень легкомысленная, постоянно болтает. Постоянно что? Постоянно болтает. Болтушка? Ну, ты болтушка, почему? Да посмотри на себя, господи, аннотация. И вот, ты с ним прошел, ты влюбился, и волк у него классный, а потом начинается, у волка начинается одичание, он начинает кидаться на людей в городе, где они живут, двоих загрызает насмерть, они с ним бьются насмерть, и он почти что мертвого волка отпускает на дикую природу, потому что он не может с ним вместе жить. И это только начало, дальше пойдет еще хуже. И вот начинается, у каждого персонажа судьба сыпется, причем в хлам у всех сыпется. И в концовке ты стоишь в этом ярком, красочном мире, а какого хрена мы за него сражались, непонятно. В этом плане она как бы вот действительно настолько вот необычная. Ну, мне показалось, в этом плане очень странно. То есть, где-то до середины игры стандартный RPG. Дальше, у-у-у, ребята, вы какие-то темы явно не по этой тематике понимаете. Слушай, я, наверное, может, что-нибудь неправильно скажу, но ты, как многие RPG-шники, почему-то об играх рассказываешь как сюжет. То есть, я знаю классную игру, я такой, ну, клево, к чем она отличается от других, какие там механики, как она выглядит и так далее. А тут начинается, ну, там мальчик пошел налево, мальчик нашел направо, потом у мальчика все стало плохо, потом у мальчика заболел волк, потом ты прошел игру, оказалось, что мальчику надо заново проходить, а потом пещера, потом это самое, я такой, блин, игра где? А ты не забывай, RPG довольно-таки закостенелый жанр. Смотри, в Tales of есть вот эта система активного обоя, вид сбоку, так? Ну. За исключением редких попыток что-то изменить, как в той же самой геймкубовской игре, они оставляются примерно вот в одном тематике. Вид сбоку, мы сражаемся, боевка та же самая. А так, господи, они идеи развивают. То есть, и есть идея, ну, система званий, есть система вот этого готовки, есть система постоянно, что тебе требуется, возвращаешься назад, перечитываешь, и все, что о мире ты должен узнать, ты узнаешь из диалогов с персонажами, мимо которых ты уже пробежал. Очень многие, кстати, в этих RPG японских, кто-то выпускает. Знаешь, что за разрядом? Ты в этом городе побывал, в нем купил, как бы, новое обмундирование, выполнил КВС, который привязан к этому городу, выбежал из него. Тебе от него ничего не нужно. Но, как бы, оказывается, что если вернуться в него, после какого-то там важного действия в этом мире, которое это трясло, ты прочитаешь все другие диалоги, тебе расскажут другие вещи, ты узнаешь что-то новое. Ну, это почти как с любой игрой с бэктрекингом. Просто Final Fantasy подкидывает тебе поводу вернуться в старые города, а тут, видимо, не подкидывает. Так вот, фишка в том, что Гранди, я только на третьем прохождении ты в... Гранди прощает. Подожди, подожди, только что была Легендов в Легенде. Ой... А вот она вот именно в этом плане. То есть именно и Полтский РПГ. Она же стереотипична в этом плане. Боевка та же самая. Они вроде как за исключением все... придумают. Да, ряд симпатичный. Да, анимация прикольная. Стой, подожди, остановись. Есть какие-то постоянно бесящие пощелкивания в звуке? Ты там ничего такого не делаешь? Делаю. До ручки добрался, щелкаю. А можно вот это убрать? Да, все убрал. А то я сейчас думаю, что мне две минуты бесит? Я не две, а меньше. Хорошо. Ты просто так сгубаешь. Я честно, я вообще как-то... не знаю, перестаю за твои мысли следить, потому что ты реально с игры на игру прыгаешь с такой и такой огромной скоростью и настолько без причины, что я прям потерялся уже. Мы вообще в целом о чем говорим? Об играх, которые вспоминаются. Давай от твоего ученика вспоминать. Ну, хорошо, переходы по тегам. Окей, все, сорян. Я просто думал, идея какая-то есть, которую я пропустил. Не, какая идея? Мы просто сидим и затрепимся. Тогда продолжай. Да нет, твоя очередь. А о чем моя очередь? А о чем говорить? Я не знаю. Выбери какой-нибудь тег, который тебе более знакомый вперед. Ну, я не знаю. У меня так, наверное, не очень получается, потому что... Ну, потому что я не знаю, почему. Ну, то есть должен быть какой-то... Ну, для меня я имею в виду смысл. Вот. Мы, поступатель, нашли вот об этой вот истории как именно игры пришли в нашу жизнь, да, какое место там заняли, что там впечатляло, какие были эмоции и так далее. Мы пробежали вот это до определенного момента, а потом пошел какой-то дикий, неструктурированный голоп по платформам, играм, шанрам, обратно, туда-сюда, хрюму, а помнишь это? Нет, я не хочу сказать, что это плохо, это здорово, это прикольно, но я в этом во всем потерялся. Это немножко не мой стиль ведения беседы. Вот. Поэтому ты говоришь, а, расскажи что-нибудь, а, я не знаю, что, спроси. Спрашиваю. Давай. Какую игру, вот именно, чтобы она тебя... Это ты замолчал или что-то случилось? Я замолчал. Так. Как бы тебя не сприберить? Ага. Дай подумать. Ну, а пока Виталя думает, небольшая минутка музыки в стиле лаунж. Скотина. 10 пятачков тебе подпустят. Не сил у тебя там лаунж. Ну, я решил, что фиг с ним, с лаунжем. Пусть будет... Пусть будет... Пусть будет... Что за брутальщина? Саундтрек «Окровные вражды». О, боже. Это ведьмак, что ли, новый? Ну, вроде того. Он там что из себя представляет? Ну... Карточная это... Боевка на... Скажи, сколько минут ты готов слушать, и я тебе расскажу. Ну, давай. В последующей минуте давай, рассказывай. Ну, просто... Я могу об этом рассказывать более приближенно, менее приближенно. Ну, давай попробуем. А, итак, кровная вражда. Смотри, если тебе хочется какое-то более-менее такое отдаленное мнение, у меня есть там целый видос, я записывал там часа на полтора с примерами геймплея, что-то вроде такого большого превью. То есть, до того, как игра вышла, но когда уже были доступны геймплейные записи. Вот. Я тогда там рассказывал о том, что это, в общем-то, своего рода тактическая ролевая игра, ну, то есть, ТРПГ. Возможно, даже Джей ТРПГ. Вот. В которой, ну, помимо каких-то там прочих своих заморочек, свой необычный боевой движок. Ну, ты понимаешь, да, что в ТРПГ мы обычно имеем дело с там, с пошаговыми боями, с клетками, ну, чаще всего. Вот. Но по факту это не высечено в граните, или как там Димон любит говорить, я имею в виду Димона Медведева, не отлита в граните. Вот. И, в принципе, разные разработчики вполне себе имеют право там на всевозможнейшие эксперименты с игровыми, именно боевыми движками внутри жанра тактической ролевой игры. Вот. А к чему бишь я это? И в данном случае в Тронбрейкере, в том самом, в той самой кровной вражде, используется боевой движок Гвинта, то есть той самой карточной игры, которую, ну, по мотивам Ведьмака, кокаишная, кокаи это коллекционная карточная игра, я не знаю, наверное, тебе не имеет смысла объяснять, ты примерно знаешь, что такое там Magic the Gathering, Hearthstone, Гвинт, и артефакт, и так далее. Если нет, спроси. Алло? Знакома, знакома. Знакома. Ну, тогда не будем сильно зашиваться в это. У меня вот я вам сейчас... Ой, куда она убежала? Убежала у меня видео. Ну, тогда сейчас я его найду, чтобы картинка была. Минутку. Ну, вот. И теперь представь себе такую ролевую тактику, в которой у тебя битвы были бы сделаны там в стиле этой самой там мотыги. Той же самой. И там любой другой карточной игры. Вот. Как-то так я обычно людям представляю ну, как раз такие кровные вражду. То есть, если раскладывать на элементы, то что мы имеем? Мы имеем с одной стороны, ну, это все привычно для японских тактических ролевых. Это с одной стороны у нас что-то вроде визуальной новелки, то есть, такие почти статические диалоги, которых много, небольшое количество персонажей, которые там время от времени общаются и сообщают нам, как игроку, о том, что вообще происходит, куда двигаться и так далее. Вот. Другой пласт в этом движке ты там щелкаешь мышкой, чтобы реплики проматывать, либо делаешь какие-то выборы, часть из которых влияет существенно даже на геймплей, часть из которых влияет на историю, ну, и часть из которых влияет на то, какую фразу ты услышишь следующий. Назовем это так. Вот. Следующий как бы пласт геймплейных механик во всем этом это бегание по локациям. То есть там шесть, если не ошибаюсь, очень больших таких уровней, то есть ну, как уровней, шесть глобальных карт, назовем это так, там Ангрим, Лири, Махакам в таком духе. О. Вот. По которым ты бегаешь со свободным управлением. Это очень похоже внешне по визуалке на каких-нибудь там Heroes of Mad and Magic, Kingsfield, вот в таком духе. Только ты там не по шагам, по клеточкам делаешь, а свободненько. Ну, как в обычных японских ролевых играх, не выходя на глобальную карту, как если бы ты бегал по одной огромной локации, в которой в общем-то обычно один путь. Ну, назовем это слева направо, хотя это неправда, но в целом ты, да, ты идешь одной заготовленной тебе дорогой, исследуешь все, что есть по бокам, иногда находишь какие-нибудь развилки там на сайт-квесты или еще на что-нибудь, вот, и время от времени влипаешь, ну, собираешь, понятное дело, там, всякие ресурсы, у тебя есть менеджмент твоего лагеря, где ты там можешь управлять своей колодой, разговаривать там со своими персонажами, там, не знаю, в столовой, ну, в таком духе, прокачивать сам лагерь, получать какие-то бонусы, ну, в таком духе, ты можешь, когда там бегаешь по сюжетной тропинке, вот по этой, натыкаться на сайт-квесты, ну, и ты ввязываешься в обязательные сюжетные сражения, и рандом-энкаунтеров нет, и во всякие там не очень обязательные, в том числе, там есть целый пласт, так называемых головоломок, то есть сражений с заданными, ну, даже не сражений, по сути, а именно головоломок, просто на том же движке, с заданными условиями, условия там заданные очень интересные, и по факту у тебя получается не битва, а прям вот реально головоломка, которая имеет там одно или несколько решений, до которых надо вот именно мозгами допетлить, это прикольно, это интересная такая тема, плюс они, то есть CD Projekt Red, как бы так рассказать-то, что у меня настройка такая, вот, они запускали Кровную Вражду одновременно с тем, как выпускали свой гвинт из УБТ в релиз, то есть они полностью переделали визуал специально под это, ну, об этом есть сейчас много споров там и так далее, но это не важно в контексте нашего разговора, суть в том, что они внешний вид вот этих вот карточных сражений сделали максимально похожий на, ну, наверное, как раз на ТРПГ, то есть там у нас есть поле, на поле стоят вот эти вот лидеры, там твоя королева Мэва, а там играешь за Мэву, ну, ты Мэву помнишь, я думаю, по книгу на Сапковском, вот, и так далее, и ты вот кидаешь карты, которые там символизируют собой отряды, то есть вместо карт могли бы быть там условные шахматные фигуры, то есть это некая условность, да, или отряды как в Хиросах каких-нибудь, то есть я, в общем-то, когда об этой игре рассказывал, там на том отдельном эфире, я как раз такую аналогию приводил, да, что это примерно как Хирос от Мэйтен Мэнджик, просто со своей уникальной механикой, вот, ну, а дальше там внутри именно обои вот эти вот сражения, они, по правилам КАИ, да, то есть колода против колоды, как-то вот так вот это работает, и дальше ты по сюжету там, ну, доходишь до финала, там у тебя есть всякие предательства, всякие интересные штуки, твои там компаньоны, взаимоотношения, повороты сюжета, и вот это все, вот, вот такая штука, а обычно принято говорить вслед за разработчиками, что эта игра где-то часов на 30, да, но учитывая, что в нее можно играть там на иском уровне сложности и пропускать сражения, ее можно прилететь, ну, сильно быстрее, с одной стороны, с другой я, поскольку, ну, ты меня знаешь, да, я играю медленно, залезаю в каждый угол, и вот это вот все, с одной стороны, а с другой я там иногда надолго останавливался, общался с чатом, там высказывал какие-то соображения и так далее, вот в таком вот очень медленном ритме у меня она отнялась 75 часов, что даже, ну, по любым меркам очень много, а по моим это я вообще резко в какую игру столько играл, вот, что касается оценки качества какой-то, то мне, безусловно, понравилось, даже выше среднего и все такое, но на мой взгляд у нее прям, прям вот есть проблемы определенные, и это, безусловно, не игра там на какие-то слишком восторженные отзывы, но в целом, наверное, критика ее восприняла хорошо, прям, у нее прям средний балл высокий и все такое, на мой взгляд, даже не заслуженно хорошо в некоторых местах, но, слава богу, что так, вот, так что, ну, ты хочешь попробовать, попробуй, другой вопрос, насколько она тебе зайдет, а так, да, это именно тактика с необычным боевым движком, и с большим креном в историю, которая подается, там, не знаю, с одной стороны, как визуальная новелла, а с другой стороны, как аудиокнига. О, блин, может, в таком виде стоило бы, как бы, и книгу им расписать? Ну, там не хватит на книгу истории, там, если оставить один только сюжет и повырезать все битвы и все остальное, она будет, ну, не то, что прям совсем короткая, но она будет, как бы, так сказать, немного мультипликационной, в том плане, что мы вот основные, похожие на пересказ, мы основные диалоги показали, действия наметили, но вот мяса какого-то вот прям такого не очень хватает на прям большое какое-то произведение, но просто вот рассказать историю Мэвы, ну, норм, почему бы и нет. Вот, в общем, мне понравилось. Они изобретали этот формат, насколько я знаю, с оглядкой на то, что если народу зайдет, то они могут и дальше продолжать, вот, ну, на вот этой вот всей истории, там, делать другие, похожие, про других персонажей, то есть, они даже название в какой-то момент заменили на не просто Кровная вражда, а The Witcher Tales Dropbreaker, то есть, сказание, там, о мире ведьмака, или как они-то правильно, ведьмак истории, чувствуешь, да, паралис Звездной войны истории, да, вот, Ведьмак истории и Кровная вражда, то есть, с оглядкой на то, что возможно, когда-нибудь там выйдет Ведьмак истории, там, я не знаю, и вот это вот все, но вроде как она у них не настолько хорошо зашла, правда, пока еще, хвост продаж еще планируется, то есть, 4 только декабря, в общем-то, совсем недавно, вышли консольные версии, до сих пор была только Гоговская версия, ну, и чуть раньше она вышла на PC, но тоже не одновременно с Гогом, так что еще продажи будут, посмотрим, вот, такие вот пироги, а, еще одна тема, тут я не могу прям твердо утверждать, поговаривали, что она похожа во многом на Байнерсагу, но, опять-таки, насколько я разговаривал с поклонниками Байнерсаги, я просто сам меня довольно мало играл, этой похожести, в общем-то, нет, как таковой, а рождаются такие разговоры из того, что вражда похожа этим людям, кажется чисто внешне, ну, вот, то, как фигурки по полю бегают, вот, я так не считаю, потому что для меня, вот, один мультяшный стиль отличается от другого мультяшного стиля, вот, но, если вот на это так смотреть, ну, да, как бы, если бегают фигурки определенного размера по полю с определенным, ну, представленным с определенным масштабом, и там, и там салшейдинг, то, наверное, в этом плане похоже, как-то так. Понятно, то есть, как бы, не видел, но... Прости, что? Ну, там что-то из разряда, как помощь в Советском Союзе было. Книгу не читал, но осуждаю. Ну, это не просто какая-то байка. Игру не играл, но по внешней, видимо, кто и есть. Ну, мне кажется, ты немножечко сейчас перебариваешь, потому что те люди, о ком я говорю, они абсолютно точно играли. Я говорю, я говорю о том, что похожесть, это такое слово очень субъективное, что, как бы, по мне, Кокерс Паниль на Мунику Белочи похож, если... Ну, реально? Но если подумать... Лохматые? Да, лохматые. Ох уж эти ретро-красавицы. Вот, просто если подумать, то стилистика это визуально разная, вот, а... Но для многих людей этого достаточно. То есть, грубо говоря, там, делится на мультяшную, на реалистичную, серую, синюю, фиолетовую, разные фильтры и разное положение камеры. И вот уже похоже. И в этом плане, ну, как бы, да, и ведьмак на Dragon Age Inquisition наверное похож, понимаешь? Вот. А так, первый взгляд, человек бросает и говорит, ну, обычные два мнения, да, человек там посмотрел немножечко на Тронбрейкер и говорит, ну, это похоже на Банерсану, да, другой на нее посмотрел, на нее же, и там, это похоже на Диаболу. Вот, как-то вот так. Вау. То есть, непонятно, но... прикольно, короче, понимаешь, речь идет о том, что по геймплею не так уж и похоже, если не забывать о том, что это один и тот же жанр, в общем-то. Понимаешь? Но определенные какие-то сходства, обусловленные выбором стилистики визуальной и, собственно, выбором жанра, безусловно, есть. То есть, в каком-то смысле все тактические ролевые игры между собой похожи. Просто потому, что они отличаются от 3D-шутеров. Understand? Understand. Хорошо. Будем надеяться, я ответил на твой вопрос. Вполне. Ну что, у нас какие-то провисания пошли, я думаю, все уже захотели кушать. Видимо, да. Надо есть, а кому-то уже пора спать. Давай тогда есть и спать. Вот, эфир я сворачиваю. Давай. Всем, кто есть, если там есть, привет, пока и доброй ночи. Ну, а мы с тобой там сейчас еще договоримся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok